А вот сёстры Агибаловы в растерянности. Рита не знает, как ей реагировать на признание Андрея Черкасова в своей привязанности. А старшая Ольга не понимает, какую информацию предоставить их маме. Ведь Ирина Александровна категорически против каких-либо отношений Андрея с её дочерьми. Как у вас там было? Нормально. Так не рассказывай, как Рита. Рита? Ну нормально. Хоть и счастливая, Андрюшка её добивается. Мам, Оль, не рассказывай. Андрюшка сливается. Да. Да ладно. А ты что думаешь, что не будешь? Ты что? Здесь все... Ну, как мы Рите сказали, так и случилось. Как мой прогноз? Он сейчас ходит со всеми пытается говорить. Сегодня показывали серию, как он у тебя там за спиной с Бузовой заигрывал. И сказал, что... Ну, Коля, у меня так... Ну, нормальное отношение, она нормальная девушка. Мне интересно, но кольцо на пальце я не одену. Ну, да. Ну, понятно. Так я бы и сама, знаешь, не согласилась. Не моё. Но всё равно неприятно. Пойдёт. А что такое? Ну, настроение-то я вижу, что хорошее. Последние полчаса, да. Последние. А до этого было что? Ничего. А чего оно у тебя поднялось? А что? Да мне твоё поведение просто интересно. Ты не рад, что у меня хорошее настроение? Я рад. Я просто не могу понять вообще твоё поведение, то есть... В целом, да, в принципе, понимаешь? То есть, получается, ну, как бы не я-то виноват в том, что у нас вообще произошло-то всё это. А ты вообще не смотришь, не общаясь и ничего не хочешь. Как будто вот реально, то есть... Типа, мальчик, а что ты вообще от меня хочешь-то? Да? Так? Нет? Я скучаю, Рита. Я тоже. А ты по ком? Я по моим попасть. Я по Оле. Давно не идут. Я по тебе скучаю. Я тоже. Ой, Господи. Сколько тебе нужно, чтобы ты разобралась в своих сомнениях, как ты говоришь? Что ты ещё сомневаешься, нужно подумать. Всё зависит от тебя. От меня всё зависит? А что мне ещё нужно тебе доказать? Просто мне Оля сейчас такую вещь сказала. Опять? За минуту до твоего прихода. Так. То, что... Первого прихода? Да. Ага. Если вы будете вместе, то я всё сделаю, чтобы ушли отсюда. Ну? А ты посмеялась, и она поднялась в настроение? Нет, я до этого смеялась, и она мне это была... Ну так вот, слушай меня, я сделаю всё, чтобы ты была со мной. Рит, я ещё так и не лазил в интернет. Ну так ещё и не лазил. Ты знаешь, сейчас я... Так что, ты иди спать. Что ты? Прикольные штанишки, кстати. Спасибо. И ещё ты тут взял, потому что я спать пойду. Ну потому что я хочу полазить, Рит. Полазить? Кто тебе мешает? А ну, а тебе зачем это? Иди спать, а я принесу тебе. Я подожду. Ты знаешь, сколько я буду общаться? С моими фанатскими. Вот только вот не надо этого говорить. Рит, на минутку. Чё это такое? Ну я типа, я здесь. Слушай, хватит со мной так разговаривать. Не, а чё ты знаешь? Я слишком нежно с тобой отвечу. Наоборот. Наоборот? Да. Ну давай тогда договоримся, будем понежнее другого. Главные соперницы нашего проекта – это сёстры Агибаловы, которых поссорил Андрей Черкасов. Сегодня в наш городок приехала мама девочек, чтобы поговорить с Андреем. Она категорически против его отношений с Ритой после того, как он обманул Ольгу. Ну так, негатив не негатив. Я бы хотела, чтобы ты мне сказал, что происходит. Таким неинтересно. Происходит то, что мне очень нравится Рита. Ты мне до этого говорил про Олю то же самое. Я говорил мне то же самое. Тебе Оля уже не нравится? Нет. Рита мне нравится больше. Убеди меня. Убедить вас? Да. Это моя дочь. Ты знаешь об этом? Убеди меня. Убедить вас? Хорошо. В искренности своих намерений. Ну понимаете, дело в том, что вот всё, что я сделал, да, вот к тому, к чему сейчас мы пришли, естественно, это вызывает у всех по большей части негатив. Начинаю от вас, заканчиваю моей мамой. А ты не задумался, почему? Я задумался, почему. Но вот, если я это делаю, даже, грубо говоря, получать за ущерб себе, наверное, делаю не ради шоу. Ты знаешь, на самом деле, а почему бы нет такой пиар? Две сестры, одна, вторая. Почему нет? Нет, я... Может быть, может быть. На тебя всё внимание. Мне просто не хочется, чтобы мои дочери попали в эту мясорубку, понимаешь, где ты хочешь пропиариться. Я не хочу, чтобы ты использовал Риту, 17-летнюю, просто вот так вот для того, чтобы пропиариться. Слишком чёрный пиар для меня. Ну, ты знаешь, после того, как ты с Олей поступил, я не уверена, что для тебя может быть белый пиар. Как я поступил с Олей, Ирина Александровна? Я что-то бросил её, обидел, обругал. Ты обидел её. Чем? Я сказал... Ты обидел, что ты на глазах у неё начал строить отношения с её младшей сестрой. Ты считаешь, это нормально? А если бы твой брат с тобой так поступил? Я не строил на её глазах. Я сообщил ей о том, что мне нравится Риту больше, чем Оля. Я считаю, что это совершенно неуместно и неправильно строить отношения с младшей сестрой. То есть вы теперь пара, да? И вот ты считаешь, тебе хорошо, комфортно, от того, что вот Оле неприятно. Ну, Оля говорила, что хочешь строить отношения. Ну, ты же знаешь Олю. Я знаю, что... Ей будет больно, она будет улыбаться. Ну, у неё, во-первых, не было с Андреем серьёзных отношений, и, знаешь, не было такого, что она была у неё влюблена. У неё как это было, так и прошло. Ты понимаешь, что это на всю страну показывает? Я понимаю, мам, но... А что поделаешь? Что поделаешь вообще? Все в шоке, Рита. Сегодня к нам в гости приехала самая красивая женщина в мире. Моя мама. А зачем она приехала, мы узнаем прямо сейчас. Это самая страшная женщина. Ксения Бородина. Ну, что же, я рада приветствовать маму у нас в гостях. Маму, ну, к сожалению, мы с вами поговорим чуть позже, хорошо? Я хочу обратиться к Ирине Александровне. Вы пришли разговаривать... Приехали, собственно говоря, поговорить с Андреем. С обидчиком ваших дочерей. Если бы это случилось дня 4 назад, когда я только узнала, я не знаю, я просто настолько вот была в шоке. Мне настолько было обидно за Олю, и настолько было неприятно поведение Андрея, что я готова была просто приехать и придушить его. Я представляю, как вам сложно, чисто психологически. У вас две дочери, обе любимые. И сложно вообще в этой ситуации занимать чью-то позицию, потому что и одна хочет счастья, и другая. Но я, насколько понимаю, все-таки позиция Ольги вам ближе. Нет. Я пытаюсь как бы... Интересы обеих дочерей в люсте. Дело в том, что, понимаешь, Ксения, если бы Оля действительно хотела встречаться с Андреем, то он был бы у ее ног. А в таком случае, что же тогда обидного, если действительно Андрею понравилась Рита, а Рита... Обидно то, что сестра как бы пытается сесть в ту же лужу. Ну, если она видит, что Ольге Андрей не приглянулся, что, собственно говоря, отношений никаких там не будет, а ей вот... Ну, вот запал он ей в душу, подлец такой эдакий. Так что же теперь делать-то? Ты понимаешь, Ксения, мне не нравится... Я не верю Андрею. А вам не нравится сам Андрей во всей этой истории? Андрей в этой истории вообще не нравится. И не нравится Ольге. И, в принципе, мы просто переживаем за Риту. Вот и все. Потому что я считаю, что Андрей неискренен. И неискренен он настолько, что это просто... Ну, вот уже бросается в глаза театральное жесты, театр одного актера, больших и малых. Не правда. Вася, я тебе верю. Человек, который здесь был долго и видел все... Да я вижу сегодня, это все прекрасно вижу. Вот вы сейчас обманываете всех. Вы обманываете, вы выграживаете свою дочку, которая не определила в своих отношениях. А он готов ей вырвать сердце свое и отдать прямо сегодня же. Ну, в самом деле. Ну, видно же это все прекрасно. Может быть, вы не видите? Можно тишину? Что в чем дело-то? Не надо вмешиваться в разговоры. Я не вмешиваюсь. Просто, ну, неправда это, неправда. Вы говорите неправду. Не тебе судить, правда это или нет. Почему? Не вмешивайся, понятно? Вот суть и я. И не перезин. Скажите, пожалуйста, Ирина Александровна, тишина. Ирина Александровна, скажите, пожалуйста, а что конкретно вам не нравится в Андрею? Не настораживает то, что Андрей в рите увидел мягкий пластилин, девочку, не оперившуюся, из которой можно что-то слепить. Может не так. Так, так. Я очень веду тебя, дорогая. Да, да, да. Мама говорит. Из-за куда? Так, 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 так. Ну, дайте поговорить людям. Я разговаривала с Андреем к телефону, когда все это произошло. Я разговаривала достаточно, я считаю, что жестко. И я с Ритой говорила. И я ей сказала, что я категорически против, я запрещаю, чтобы она вот таким образом именно с сестрой поступила. То есть как бы пошла по тому же пути и так же точно подскользнулась. Но Рита не слушает, поэтому флаг в руки, как говорят сейчас подростки, вперед. На ошибках, на чужих учатся умные, а на своих дураки. Рит, ты готова отстаивать, я не знаю, громкую фразу, конечно, свою любовь? Ну, свою симпатию, свои отношения? Или с кем я прослушала? Вчера он просто успокаивал Риту уже. От чего успокаивал? Под одеялом. Так это были дружеские разговоры. Нет, нет, я никому не говорила, а ну все, не все вскрылось само по себе. Рит, можно узнать от тебя сейчас? Про что именно? Нет, насчет Андрея я скажу так, что пока я сама, как мама говорит, не подскользнусь, я не пойму, видимо. Ну, я уже так понимаю. Ну, хорошо, ну что же, может быть, действительно, мама права, и пока Рита сама не подскользнется на этих отношениях, не поймет, хорошо это или плохо. А сами видите, сразу после рекламы телеканал ТНТ. Это был телепроект Гамбар. Построй свою любовь. Здрасте. А что у вас так холодно? Надо батарея не работать. Куклина, ты что там за шкафом спишь? А где мне спать? Под шкафом. Тебе не холодно тут? Нет. А здесь то лягушачий король? Ну, не знаю, мы потерялись. А что вас такого, напроветриваете? Нафигеть. Ты что, тут делаешь? Под одеялом, руки твои? А? С кем ты там лежишь? Ой, Валя. Иди ты. Да у в рот. Валя. Чего? Я за человеком не видел. Ну, чего? А, ну, можно присесться с вами? А, так ты здесь. Меня Генка жалеет. Мы знаем, как Генка жалеет. Мы сейчас от Каркасова вышли. У него интернет читали. Он нам уши терял. Ну, Ритка. Вы так на меня смотрите, как будто... Не, не, нормально сейчас. Все в порядке. Нормально, нормально. Все просто. Романтик у них тут под музыку. Не, ну скажем, чтобы Андрей не терял, что он просто не ищет. Не, ну скажем, не скажем. Не, я скажу, что ты здесь что? Он просто ходит там по низу и ищет. Меня ищет? Да, ты? Да. Да ладно. Да я не скажу, что ты здесь с Геной. Нет, мы девки такие. Род на замке одежда. Я, конечно же, не скажу, что... Андрей, мы не скажем тебе! Что Рита лежит в комнате. Не, не, не скажем. Не скажем, что Рита там с Геной лежит. Ты не думай, она не там. Нет, нет. Никак с тобой пододеяла. Мы сказали, что не скажем. Нет, нет. Мы ничего не видели, мы ничего не сказали. Мы ничего не видели. Андрей, нет. Андрей, нет, не скажем. Зачем говорить? Ой! Ой, нет, нет, мы вам не расскажем. Мы вам не расскажем. Не расскажем вам, нет. Ну, там просто так. Мы никому не говорим, что Женой с Геной пододияла. Да, Андрей внизу ее ищет. Вы тоже никому не скажете? Нет, нет, никому не говорите. Вы только никому не рассказывайте, ладно? Вы только никому не рассказывайте, ладно? А, подожди, вы там что, делаете что-то? Вы никому не рассказывайте, что Рита лежит? Там Рита под одним одеяном лежит. Да, Андрей внизу, Черкасов её ищет, ходят они, лежат. Нет, вы никому не рассказывайте, ладно? Мы так случайно видели, только никому не говорите. Удьяна Рапаэль! Они же там другие. Вы никому не говорите только. Наташ! Только никому не говори. Никому не говори, мы тебя как подружки. Как подружки. Мы так нечаянно увидели, что... Прикиньте, сидим, короче, пошли интернет читать. Пошли читать интернет каркасовый. Он лежит, компьютер читать, с габозом у него. Ну, и что, там за Ритт? Только не рассказывай все. Ты только никому не говори. Вот. Он лежит, короче, смотрит. Ключи свет, потому что еще буду тут переодеваться сейчас. Он лежит, короче, такой. Ой, говорит, Ритка, ты голову мне вскружила. Ну, знаешь, там разговариваем за нее. И он такой, я говорю, а где она? Может, не знаю, в том доме. Говорит, кружит, мне головы за нее погорели, интернет посмотрели. И пошли ей спокойной ночи пожелать Гене. Наверх поднимаемся. Ну, там кукленок за шкафом лежит. Это этот. И раз смотрим, Гена лежит. Я вообще не вижу, что там что-то. Потом лежит, а такие подошли. Смотрю, Ольга лежит. Я говорю, а ты что ты делаешь? Голу поднимает Рита с ним в одно, под одним одеялом. Я говорю, нет, нет. Она такая, а мы просто лежим, Гена меня успокаивает. Поза романтик, там, челентан. Ну, на-ри-на-на, на-ри-на-на. И она такая, раз, куклешка выглядывает оттуда. И это, понимаешь, дело прошлого, что я ветреная девица. Ну, только никому не говори, мы никому не рассказывали. И она так прям под одеялом с головой лежала. Я вообще сначала не увидела ее. Потом, смотри, волосы. Она вылазит. Кормитель, нет. Чего я себя кормлю? Пришел бы, сказал. Да я пришел. Знаешь, заимка моя, когда мне утром люди приходят и говорят, Андрей, а почему ты не присутствуешь на завтраке, который делает твоя девушка, то у меня сразу возникает вопрос, вообще у меня девушка, ты здесь есть? Да? Ну, почему ты не могу? Я вот готов для тебя приготовить, пожалуйста. Да? Конечно. Молодец. Супы здесь готовы. М-м-м. Этот вечер, эти звезды, этот потрясающий ресторан. Внизу стоит мой серебристый Лексус. Мы сейчас поедем с тобой. Ты моя желтая ламборджиня? Ой, ламборджиня, это святопонты. Ламборджиня, это святопонты. Романтика? Слушай, Атон, ты достирал уже? Да, уже достирал. Ну, это уже надо постирать. Окей, стирать, я пока развешу и все. Давай. Слушай, Андрей, ты можешь мне помочь, я не умею подвиваться? Не умеешь? Да, все очень просто. Просто и легко. Загружаем белье, закрываем, это у нас был белый хлопок и лен. Единичка. Вот, выставляем единичку, засыпаем порошочек. Машинка уже выберет и градусы, и сколько часов, и программу. Нажимаем на старт, и все. Нажимаем. Сейчас будешь меня учить хозяйству. Все, давай. Все-таки поговорим об Ольге и о взаимоотношениях Андрея с Ритой. Итак, Оль, ну оставь их уже в покое, понимаешь? Ты правильно сказала один раз, что она сама потом напорится позже, да? Нет, я согласна, но все-таки пускай приедет девушка и посмотрим, как Андрей Черкасов на нее реагирует. А ты не хочешь же начать свои отношения строить, нежели ставить палки в колеса своей? Я считаю, что Андрей с Ритой не подходят друг к другу, что за периметром эти два человека не смогли бы быть вместе. И я хочу, чтобы у моей сестры был более достойный молодой человек. Какая бы девушка не пришла... Не надо затыкать рот мужчине, это некрасиво, пусть мужчина говорит. Нет, ты понимаешь, Оль? И ты мне три дня назад говорила, что все, решай, что хочешь, делай, что хочешь, будешь с Андреем или нет, я мешать не буду, я влезать не буду. Нет, я не влезала, я наблюдала за отношениями, и я не увидела выход отношений искренности. Я не понимаю, я вообще не верю, что вы две сестры. Как вы, может, две сестры так яростно, понимаете, друг к другу каждый раз строить козни? Вы что, соперница по жизни? Вы, прежде всего, родные друг к другу люди. А родные друг к другу люди должны радоваться друг за другом в разных ситуациях. В принципе, Оля нельзя в этой ситуации осуждать. Вот она, феминистка главная. Она как старшая сестра решила сначала устроить счастье для своей младшей сестры, потому что она видит, что могло бы быть иначе, да? Мы, а что, давайте мы на это посмотрим. Нормально все, она желает счастья своей сестре. Что там такого? Если она до сих пор находится с ней, несмотря на все эти... Да она молодая, не понимает. Вот и давайте ее молодой ставим с ними, она сама решит, и Андрей решит. Ну и... Пускай, спускай, спускай. Давайте хоть один день оставить в покое. Все, тишина, девочки. Итак, спасибо огромное. Все-таки, Оля, я тебя отпускаю на кастинг, но... А меня? Искренне, и Геннадия тоже. Геннадий, присматривай за ней. Это женщина страшна в гневе. Не знаю, там много женщин. Вася, а чем? Что ты хотел? Мне кровать надо поднять. Так. Наверх, и все. Сейчас, вот. А что стоит? И кровать. На, Вась. Сломана. Вес двух человек, не выдержала ее. Алло. Алло, мамуль, привет, ты не спишь? Привет, мне к ней сходило. Я завтра на кастинг еду. А ты что? Девчонок выбирать будет? И девчонок, а я себе сфору, если будет мальчик какой-нибудь. Теперь выберу мальчика. А там, а, там все вещи же приходят, да? А? Девчонки мальчики же приходят, да? Угу. Я не записала ночной выпуск, как вообще. Не успела, да? Ну, да, я думала, что я успею к ночному выпуску. А что там было в ночном? Ну, там ты читала Рафаэлю на свои стихи. Кошмар. Киту показали, как она там с Андреем целовалась, обнималась. Да? Угу. Ну, понятно. Господи, на моей кровати тут. Блин, ты представляешь, представляете, что в ночном выпуске показывали маму, которая не записала? Как я вам стихи читаю? Тебе, помнишь про это, который? Прикиньте, вообще ужас. Что еще показали? Как Андрея, я стихи читаю, а Андрей с Рейдой целуется под одеяло. Правильно, ночью? Да. Мама как отреагировала? Как выяснился? Как мама отреагировала? Мама все знала. Ты думаешь, я что, промолчала, что ли? Нет, ну, в плане, она не говорила, там, эй, передай, там, чтобы они не целовались, там. Поздно, батя. Бесполезно. Да мне, мне-то, мне главное, я не хочу просто ругаться вообще с Ирина Александровна, мне вообще хочется с ней дружить. Ух, сложно с мамой дружить после таких действий тебе будет. В общем, дорогая Риточка, я пригласила тебя сегодня поплавать со мной в джакузи и заодно поговорить. Как я уже сказала, на лобном месте, завтра я еду на кастинг. Еду на кастинг, что не чтобы найти тебе, молодого человека, или себе. Я еду на кастинг, чтобы найти девушку. Девушку для Андрея. Потому что я считаю, что он тебе не достоин, вы не подходите друг к другу. И я уверена, что если придет какая-нибудь красивая, эффектная девочка, которая только даст ему повод понять, что она хочет быть с ним, он переметнется. Посмотрим. Сможете такую найти, которую я бы переиграла. И так давно, не так давно, придя на лобное место, сказала, что ты не веришь Андрею, ты не веришь этому человеку, что считаешь, что он не прошел проверку, что он не достоин моей сестры. То есть ты считаешь, что меня он не достоин, а тебя он, соответственно, достоин. Ты как выверла, да, Свет? Ну, как ты? Нет, знаю, что ты меня любишь. Нет, ну, знаешь, я сначала был шумный игрок. Может быть, с тобой он играл, но я смеюсь, что со мной он играет. Как ты можешь сравнивать Бушину и эту? Разница в возрасте у вас такая же, как и у нас. Да я не об этом. Я не об этом. Не о разнице в возрасте. Я говорю вообще о том, что в голове. Ну, там, ну, ну, там пряник тульский. Через определенное время там будет не только тульский пряник. Да там будет, там будет их два. Ой. Андрюш, я тебе еще раз говорю. Ты меня сейчас все хочешь разубедить или что? Я тебе хочу сказать, что если ты хочешь остаться в живых, ты должен вести себя по-другому. По-другому. Что это за поведение вообще? Она строит уже тебя тут. Русь. И она специально, понимаешь, она специально утрирует это все. Вот это розовое все, она вот тут вот ходит. Вот этот бант. Да мне нравится. Ну, понятно. Да я не об этом. Это может нравиться или не нравиться. Согласен, Андрюшка. Я не об этом. Но ты понимаешь, что ты вот... Слушай, я сам в такой ситуации, но пытаюсь давать кому-то советы еще. Ну, а что мне еще остается делать? У нас нет телевизора. Давай я тебе дам совет. Гена тебе дам совет. Слушай, Куклята, дайте я сыгарку. Нет, 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 подождите, Геннадий. Я еще не договорил. Дайте. Прекрати это делать, Андрюш, то, что ты делаешь. Прекрати это. Это смешно смотрится, смешно. Слушай, я не могу это видеть. Не могу. Толк-то от этого какой? Толк какой? Толк в том, что я нахожусь рядом с любимым человеком. Да с чего? И я не считаю, что меня отчитывают. Скажи мне, пожалуйста, с какого перепугу она стала тебе любимой? С чего? С позавчерашнего обеда? Еще четыре дня назад ты ухаживал за ее сестрой. О чем ты говоришь? А сейчас она наконец стала любимой. Ну не четыре дня назад. Ага, ну. Не четыре, а пять. Побольше, побольше. Ну, Андрюш, я тебе еще раз говорю. Опять ты очень спешишь в своих проявлениях. Куда ты спешишь? Ты что хочешь? У нас что? У нас берлинский марафон. Надо выбежать из четырех часов. Нет, я хочу любить и быть любимым, друзья. Риточка, ну подумай. Не даром все это говорят. Не даром я тебе говорю. Не даром мама тебе говорит, что, Рита, нельзя верить Андрею. Может же не просто так. Может, ты просто недооцениваешь ситуацию? Нет, ну ты знаешь, в последнее время как раз наоборот. Все подходят к Андрею и говорят, что я с ним играю и с ним неискренне. Так что... Ну, Рита, может быть, все так подходят, но так же все сомневаются, кроме Васи, все сомневаются в искренности Андрея. Ты не сомневаешься, кроме Васи и меня. Хорошо, Рита, а что ты? Ты искренне к Андрею или нет? Я так не могу понять. Искренне. То есть он тебе искренне нравится? Коля, если бы я была неискренней, я бы с ним не встречалась. Ну, понятно. То есть у Вас такая искренняя пара, взаимные симпатии, все в порядке. И если придет красивая, эффектная девочка, которая будет пытаться отбить у тебя Андрюшу, ты не испугаешься и не будешь считать ее за соперницей. Я буду считать за соперницей, но я уверена в своих силах. Она прекрасная девочка, которая пришла сюда поразвлекаться на три недели. На три. На три, ну я же вижу, Андрюша, я в гости. И пусть эти три недели мы проведем с ним вместе здесь. И потом? Потом. Что потом? Руси, ты бывало так, что ты здесь ошибался? Бывало же. Да, ну, ну, перечет здесь я, что ты пунктаешь. Так может, она не на три пришла? Андрюшечка, начинай. А может, мы та самая пара, которая выиграет этот дом? Вы его уже выиграли, можешь брать его? Все, он ваш. Нет, мне вот эти прогнозы, ребята, вам осталось три недели. Да и габозу с Пеппи все давали, ой, с Надей, все давали тоже там три недели, две недели, месяц. В итоге люди уже семь месяцев вместе. И как бы против них ни голосовали, их ни разводили, все равно они вместе. Слушай, ты не путай, он целую субкультуру внес сюда, под названием габозовщина. Ты что внес? Что ты внес? Что такое габозовщина? Габозовщина? Габозовщина – это горлопанство, это крик, это ор, это бесконечные выяснения, это, извини меня, трусы, там пенис с червячком по ночам, это Надька, валяющаяся и бьющаяся вот так в пароксизмах нежности. Это и есть та самая габозовщина, от которой блевать тянет, блевать, и ты знаешь это. Ты хочешь, чтобы я это что ли внес или что? Я тебе о другом, ты внеси что-то свое, но ты ничего не вносишь, это раз. Кто тебе сказал? Ты только компасируешь себе мозги. Знаете, меня удивляет, несколько дней назад, вот когда вот здесь у нас был разговор, а, с днём рождения мы вернулись, ты пришел и сказал, а я верю Андрею, что он искренен к Рите. Так я верю. А в чем ты меня сейчас тогда увлекаешь? Я верю тебе, я верю, но я вижу, что все это, мимо кассы все, мимо кассы, ты думаешь, вот это Собчак будет на это все смотреть, на Риту, на Ольгу. Значит, если через день, через два, через три, пройдет время, я увижу, что я этой девушке не нужен, поверь мне, у меня хватит силы мужества сказать ей, Рита, хватит мне компостировать мозга, мы расходимся. А она что делает сейчас? Сейчас мне все устраивает, у нас полно нежности. Рит, ну хорошо, ладно, раз у вас так все хорошо, вы такая искренняя пара, да, я видела ваш сегодняшний страстный поцелуй на языке. Сейчас будет, как ты знаешь, голосование, да, где зрители будут выбирать героя, который должен покинуть проект. Если Андрей покинет проект на этом мужском голосовании, ты уйдешь за ним или нет? Я пока точно не знаю, но он у меня этого и не спрашивал. Если он спросит, то я скажу то, что, если я скажу нет, чтобы он не удивлялся. Сейчас на данный момент Андрей уже на втором месте, то есть он вполне может вылететь. И тебе нужно решить, уйдешь ты за ним или нет, хочешь ты быть с этим человеком или нет. Это не какие-то детские игрушки, это реальная жизнь, реальные отношения. Нужен тебе человек настолько, что ты готова за ним уйти или нет? У нас отношения, знаешь, на таком этапе, чтобы я шла за ним. Андрей, тебя не спрашивай про это. Хорошо, у тебя есть свое собственное мнение, можешь ты сказать? Мне, конечно, есть. Ты хочешь быть с этим человеком? Я хочу быть с ним. Ты хочешь быть с ним на проекте или тебе все равно, где быть с ним? Или ты хочешь быть с ним только на проекте? Просто считаю то, что 95% из статусов за периметром не сложится у нас по разным причинам. Рит, о чем я тебе говорю вообще? Вы, в принципе, не подходите друг к другу. Я не понимаю вообще ваших отношений, не понимаю, что ты делаешь с ним. Не понимаю, что он делает с тобой. Поэтому я приведу девочку Андрею. У меня насморк появился. Эй, тут не только я, тут и Антон еще, ты это, звезда моя. Трусики свои синие надо показывать. О, Господи, ты все, вот возникаешь, возникаешь, возникаешь. Я не возникаю, я просто за культуру лось. Лосенок мой. Всем привет! Всем привет, ребята. Ой, ну что-то вы какие-то все мертвые, грустные. Значит так, ребята, я приехал опровергнуть полностью свои, как говорится, предсказания гадалки. Она мне нагадала, представляете, следующее что? Я всегда буду один, 12 лет буду в гордом одиночестве. Ну вот, видите, не один, но все равно мне одиноко. Я приехал сюда за девушкой. Пятый размер, приехал сюда, я вам сейчас чуть-чуть скажу. Нет, я сама скажу, я сама скажу. Ну покрутись, покрутись, посмотрите, мальчики, посмотрите, лот номер 5. Она приехала сюда для того, чтобы найти себе молодого человека и еще есть у нее одна цель. И еще, да, еще я приехала, чтобы найти какую-нибудь эффектную девушку, которая смогла бы отбить Андрея Черкасова у моей сестры. Есть такие вообще, кому нравится Андрей Черкасов, которые считают, что она лучше моей сестры и сможет отбить? По-любому. По-любому ты, да? Да он просто меня увидит и я думаю, что мой взгляд... Я шалей. Он мне вчера сказал, что когда ты будешь выбирать мне девушку, надо, чтобы она обязательно была красивее Риты и ярче. Но девушка не может судить другую девушку, понимаете? Зато я могу судить другую девушку. Ну, Геннадий, уже ты не ел, наверное. Как ты думаешь вообще, ты вот общаешься с Андреем уже сколько времени? Неделя получается, да? Ну да. Да уж год такой. Какую она может привести девушку, на которую он сразу обратит свое внимание? Аня, какие ему нравятся? Ты поняла уже примерно? Ну, как он говорит, что ему нравятся брюнетки. Брюнеточки. На уточках. А он тебе не говорил, что ему нравишься ты? Да что? Потому что когда я Мишу обычно спрашиваю, Миша, там тебе нравится эта девушка? А он мне все время говорит, мне ты нравишься. Ну, такой, ну, конечно. Слушай, Рита, а может быть, не будем дожидаться прихода новой девочки? Ты возьмешь, да бросишь его. Вот пусть ему урок будет хороший, я считаю. Ты хотелось бы, но не могу. Андрюш, ну, очередная проверка тебя сегодня ожидает. Теперь Оля поехала на кастинг найти тебе девушку. Знаешь ли ты об этом? Знаю, что хотят найти мне девушку. Черно раз меня проверить. Не, хотят, чтобы ты отвязался от ее младшей сестры. Ну, зачем ей это нужно? Ну, на самом деле, вот уже вчера Ксюша Бородина сказала, что Оля уже занимайся своими личными делами, своей личной жизнью. Ну, а ты вообще сам не устал? Почему тебя все время устраивают проверки? Устал очень. Ты не можешь сказать, оставь меня в покое. Очень устал уже. У меня отношения с девушкой. Что вы ко мне пристаете? Ну, значит, завидуют, Ксюша. Значит, завидуют в том, что нормальный парень. Нормальная девушка, пусть у них там разница в возрасте. Но мы подходим друг к другу и завидуют-то кто? Там Наташа Варевна, которая здесь не может уже 4,5 месяца построить отношения. Лена Бушина, которая с Семеном никак не разберется. Ну, и другие, которые, ну, которые вместо того, чтобы свои отношения строить, хотят расстроить наши отношения. Ну, я надеюсь, что мы все победим. Ну, а вот рядом девушка сидит. Да, я к тебе пойду. Ты ко мне идешь? Да. Интересно. Тебя все женщины бросают, а я... Меня бросают все женщины. Ты вот бросаете? Нет, нет, меня бросают. Мне, вот я тебе хочу сказать, последняя моя женщина, она ходила целый день, перед тем, как я улетал, она целый день ходила и говорила, я тебя бросила, я тебя бросила. А я в это время готовил супчик. Я сказал уже, да, ты меня бросила, я согласен. Ну, дело в том, что я как только улетел, она мне звонила и требовала, можно сказать, просила, чтобы она каким-то образом, благодаря мне, осталась на порядке. Я ей сказал следующее, дорогая моя Катюша, ты самостоятельная девушка, и ты хотела самостоятельной быть, и ты меня бросила, значит, оставайся и борись. Ну, к сожалению, я приехал через три дня, она уже в Владивосток, уже была там. А ты откуда? Я из Москвы. Из Москвы? Как тебя звать? Настя. Юхмин. Как? Настя. Настюша. Ммм, такие счетчики. И имя такое красивое. А вдруг придет красавица, блондинка, голубые глаза, ноги до ушей, неужели не влюбишься? Ну, я люблю... Ты же любвеобильный. Любвеобильный, ох, любвеобильный. Ну, в очередной раз поймешь, что вот оно, твое счастье, то, что тебе действительно влюбишь. Ты исключаешь полностью такое? Мне бы очень этого не хотелось, потому что не хочу убежать Риту. Но сам за себя ты чуть-чуть боишься. За себя? Я ничего не боюсь. Ты, в принципе, можешь представить себе ситуацию, при которой придет девушка... Не хочу эту ситуацию вообще представлять, потому что я вообще тогда окончательно в глазах, и, мне кажется, и ребята недоброжелатели, да и в глазах своих друзей и близких, ну, скажут, ну что это, Анатолий Черкасов у нас такой бабник, мы и не знаем. Андрей и Рита. Скажите, пожалуйста, ждете, когда любимая сестра старшая привезет девушку новую для Андрея? Я очень жду, просто не могу уже. Хочешь уже переключиться на кого-то? Да нет, посмотреть, может быть ли на этом свете лучше девушка, чем Рита. Подожди, а ты не уверен, что такой девушки нету лучше на свете? Зачем смотреть? Ты не можешь сейчас сказать на сто процентов, что какая бы девушка ни приехала, ты любишь Риту и хочешь быть с ней. Я хочу быть с Ритой. А не с той девушкой, какая бы она ни была. К чему-то вы ведете, Ксения Анатольевна? Ой, ну, как какая-то вот юлиш, понятно, что ждешь девушку Риту. Ну, мне бы уже вот эти даже слова были бы обидны на твоем месте. Ну, как вот, девушка еще не приехала, он уже облизывается, как кот на свете. Да нет, я не жду никакой девушки. Мне вообще, говорю, эта ситуация неприятная. Есть у нас ребята-одиночки, которым уже девушек привозили. Ну, давайте вот позвоним Геннадию, который, к сожалению, застрял в дороге, и узнаем у него, что же за девушка. Что же он тебе приготовил, братское сердце? Оля, к сожалению, не ехал по своим делам, поэтому звоним Геннадию. Геннадий. Алло. Добрый вечер, Геннадий. Это Ксения Собчак. Это кто? Ксения Собчак. Ой, Собчина, привет. Здравствуйте, Геннадий. Ну, вот мы звоним вам с Лобного. С Лобного. С Лобного по поводу Васи. Что? Ты хочешь поделиться с Лобного по поводу Васи, который к тебе пришел? Ой, с Василием у меня был прекрасный этот отец сегодня. Ты даже не можешь себе представить. Он сказал, что будет любить меня до самой старости, до моих 86 лет. Но сейчас мы не об этом, Геннадий. Давай поговорим о тебе и о той прекрасной фее, которую ты везешь для Андрея. Какая она? Ой, знаешь, мы сегодня только ездили на кайфинг, и мы немного задерживались, и у нас не получается приехать. Но я, знаешь, подыбирал, посмотрел, и очень-очень даже подзавидовал, немного делал. Знаешь, Андрюш, потому что такую девушку нашли ему, зашитаться можно. Кстати, у него не было гудно, и много конкуренции с мастерами, потому что брюнеточка жгучая, третий размер. О, третий размер чего? Не ноги, я надеюсь? Ну, понятно, носок. Но худенькая, в сталии, в попочках. Нет, смотри, Ксюшенька, 175 рост. Потрясающе. Девочка губки пышные, очень хорошая. А как зовут, Ген, как зовут? Альбина, Альбина ее зовут. И имя какое красивое. Красивая и красивая. Явно восточная страстная женщина, да, Геннадий? Ну, она не восточная, она москвичка соревновательная, тоже такая. Ну, скажи, вот ты с ней пообщался, умненькая девочка? Она вполне будет, чем нынешняя девочка. Я думаю, что Андрюша даже пожалеет немного, что он обливался вчера даже холодной водой из младшей Риты. Я даже, может, Андрюш, передать, что я даже немного завидую еще раз повторюсь. Спасибо тебе, мы тебя ждем. Давай там просачивайся сквозь пробки. Пока. Ну, хорошо, после такого замечательного описания, готов ли ты еще раз сказать о том, что какая бы девушка ни приехала, ты все равно останешься с Ритой? Какая бы девушка ни приехала, я все равно останусь с Ритой. Друзья, вы все слышали? Ага. Ну что ж, у нас очень хорошо умеют ловить на слове, и именно это мы сделаем с Андреем, когда приедет его новая девушка. Увидимся с вами сразу после рекламы. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, какой-то у меня романтик. Все для тебя. Андрей, ты рада и я рада. Я Рита. Не приедешь сегодня никакой Альбины, никого не будет, потому что никто мне, кроме тебя, на самом-то деле и не нужен. И пускай они приводят Альбин, Настя, Маш, Оль, Олесь, кого угодно. Главное, чтобы ты была со мной, милая моя Маргарита. Я прям не знаю. Иди сюда. Целуй меня. Так, теперь. Какая красота, Андрей. Те цветы, которые я тебе дарил, завяли. Вот тебе новые. Спасибо. Какой щепуткий. Обалдеть. Ну и это еще не все. Самое главное, к твоему замечательному розовому костюму, в котором ты вчера была во всем розовом, у тебя вот, у тебя не было розовых тапочек. Вот тебе розовые тапочки, чтобы тебе было тепло. Андрей, какой твой хороший. Тапочки волшебные. Они знают дорогу только ко мне. К другому не пойдешь. Ну, хорошо, теперь я буду постоянно их носить. Нормально по размеру? Да, сам и раз. Покажи. Вот. Ну, все, на итоге. Ты пониже стала. Немнадцать шесть, и все твои. Ты моя? Угу. А я твой. Угу. И мы счастливы. И мы счастливы. Угу. Что ты меня маленькими поцелуями кормишь? Хочу большой. Да? Большой. Большой. Шакасов, улыбишься. Ритка, ты своим третьим размером можешь трусить горбом, я тебе выберю. Вот эти две в мою сторону, а твоих завтра увидишь. Там были еще гуглки, но все гуглки не было. Эта система фотографировала, я ей там очень много девочек, завтра приеду. Ну, Брюнаточка, я тебе хочу сказать, знаешь, она не, ну, не прямо, что, ну, характер, ум, такая. Третий размер, внушительные формы, все, просто замечательно. Я тебе советую, не особо ты ее так и целуй, потому что приблизится пятница, и как-то, знаешь, попадешь в неудобную ситуацию. Я уже побывал в такой ситуации. А ты, дорогая моя, с третьим, с половиной. Домой. Привет. Как тебе такая вообще тема? Делать, что хотите. Слушай, ну, я просто понял, что я давно тебе не звонил, и... Да, давно не звонил, вообще, обалдел. Как ты так? Мне же никогда до тебя не дозвониться. Ну... Я думал, ты приедешь просто, ты, как, ты сказал, что недолго будешь. Слушай, я слышала, что там о голосовании в мужском, ты под ударом, да? Ну, сейчас будет голосование антииммунитета вот эти, да? Да, да, да. И там на первом месте идет Гена, сейчас мы смотрели, на втором я, на третьем Рустам. То есть я Рустама даже делаю. Вот. С одной стороны, конечно, это и прикольно, то, что есть рейтинг, да, хоть какой-то, ну, в плане, что, вроде говоря... Ну, то есть голосует, естественно, против яркого участника, а с другой стороны, я здесь могу и вылететь. Вот. А в чем там, в чем, как, ну, фишка? Вот три претендента, да, вот, ты, Гена и Рустам, и как? И зрители решают, кто из вас должен уйти или как? Кто точно берет голосов, кто-то уйдет или как? Мы даже не будем зачеркивать ничьи бюллетени, да, фотографии, а то, что будет открываться ноутбук и просто, что вот написано там, первое место, антииммунитет Геннадий Джики. Раз, если Гене не предоставляет иммунитет ведущей, то Гена уходит. Если ему предоставляет иммунитет, раз, кто у нас на втором месте? Так, Черкасов. Угу. Андрей, к сожалению, у нас нет для тебя иммунитета и твои прощельные слова. Да я не знаю, просто, Рит, ты вот на самом деле вот точно, вот, вот я не знаю, тебе что, действительно Андрей так прям сильно нравится вообще? Да. Ну, а ты как сама вот чувствуешь, ты ему нравишься так сильно, как он тебя? Я чувствую то, что я ему нравлюсь. Даже очень нравлюсь. Вот, ну, знаешь, я по приходу, конечно, я вроде уверена в своих силах, ну, боюсь, знаешь, того прессинга, то, что будет прессинг, то, что вот это, ну, как радоваться. Прессинг это одно дело, ты правда скажу на самом деле, и действительно, вот именно прессинг, когда все подходят, спрашивают, вот как у вас там дела, все такое, это может повлиять на отношения. Нет, 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 я не про это говорю. Я, знаешь, я боюсь то, что вот эта девушка, которая придет, если, конечно, с рокировкой получится, не получится, если я останусь, вот, получится так, что вот она будет себя вести как рада. Ну, то есть, это, брать вот так вот насильно, вот так специально, вот обнимать вот так вот насильно, вот мне вот это очень не нравится. Ну, смотри, допустим, если Гений и Ростам дают иммунитет ведущих, тебе дадут иммунитет новички, и что, никто не уйдет, что ли? Почему? Знаешь, кто может уйти? Кто? Семен Фролов, четвертое место. Подожди, так антиммунитет на четверых и будет распространяться? Антиммунитет распространяется по-любому на кого-то, то есть, там, если нам троим дадут иммунитет, то хоть четвертое место, вот. То есть, четвертое, это его больше всего не любят, а на четвертом месте кого бы, я не верю, что, слушай, я не верю, что больше всего не любят Семенов. Нет, больше всего не любят Гену, хотя, чтобы он ушел. За второе место мы с Рустамом там боремся. На четвертом месте Семен На пятом месте Ну ты открой ноутбук Посмотри В нашем www.dom2.ru Там есть выгони героя И ты будешь владеть ситуацией Ну ладно, я смотрю сегодня, слушай, ничего себе Семен Не, ну я не паришь У меня все хорошо, я тут романтики Вытворяю всякие А с кем ты встречаешься? С Маргаритой Что нравится Допустим тебе в нем И что он нашел в тебе Не знаю, ну мне просто Достаточно сильная симпатия к нему Я чувствую, что эта симпатия действительно У него такая же, как и у меня к нему Но я просто, понимаешь Обостоянно сомневалась, сомневалась А потом просто вчера Он вынес свой дневник Ну личный Я говорю, ну прочитай, пожалуйста С первого дня твой приход сюда Он прочитал, знаешь, про меня, про Олю И я действительно поняла Такая, господи, ну он же не для кого-то это писал А для себя И там такие... Ну что такое дневник, понимаешь? Он пишет, допустим, просто конкретную ситуацию День, что происходит Он делает вывод за день Ну свои ощущения Ощущения, конечно Ощущения, понимаешь, здесь ощущения Я почитала его ощущения И знаешь, как-то Такие ощущения, которые, знаешь Просто наиграть невозможно Я не знаю Ну Маргарита, я тебе могу одну сказать правду Допустим, мужчины на самом деле Могут очень искусно обманывать Девушек, женщин Тебе точно могу сказать Ты об этом, наверное, сама знаешь Я, конечно, знаю Я это Проходила в своей жизни Но знаешь Почему-то я верю ему Я не знаю, почему Слушай, я могу тебе сказать Что, может быть, так получится Что скоро вернется Ромка Серьезно? Да Даже раньше марта? Да, может случиться, что раньше марта Нифига себе Представляют Это здорово А вот ты говоришь, скоро Скоро это на сколько продвигается? Ну, я пока не хочу Каркать, знаешь Потому что Не хочу заглядывать Ну, возможно, что может так случиться Что буквально скоро Ну, может быть, даже Ну, типа, даже сразу после Нового года Может, через месяц Ну, прям Так что, видишь? Ну, я раду тебя Скоро меня перестанут все обвязать Ну, а кто тебя, господи, бежает Что тут? Приедет Ромка И покажет всем, где раки Ай, ай, ну, молодец Главное, чтобы ты была рада Если ты рада, то и мы рады Ну, знаешь, как не хватает мужского плеча Любимого мужчину Да? Да, он, конечно Так ты приезжает, я поставлю плечо? Да, у тебя Рита есть Подожди, нет Рита, это несомненно Ты умня, что мне, кроме Риточки Это никто не нужен А плечо-то дружеское Я поставлю обязательно Слушай, Андрюх, пожалуйста Позвони мне после мужского голосования Я буду за тебя переживать А, ну, это обязательно Да, после мужского обязательно позвоню Надеюсь Если там Да, нужен будет мой голос Или еще чего-то Звоните мне Тогда я вам его оставлю Хорошо Хорошо Ладно? Андрюх, в общем, желаю тебе удачи Я буду за тебя переживать Держу колокольчики Позвони мне обязательно После голосования, ладно? Хорошо Я, с твоего разрешения Рите, передам привет от тебя Ладно? Конечно, конечно И Риточке передай привет Поцелуй И Оленьке тоже привет И вообще всем ребятам Передавать мне привет, да? Сейчас передам А ты Ромке передавай привет от меня Ждем его тоже тут Хорошо Ладно Ну все Смок-чемок Давай, счастливо Пока Рокировку на тебя Не сделает Хотя бы потому, что я Этого не допущу Понимаешь? Ну не будет никакой рокировки Ну то, что он так говорит Ну он много чего резкого говорит И мне он резкого много чего говорил Про тебя, знаешь как Я имею в виду, что он меня там Да как ты можешь так поступать Сивной девочкой Ты Да ты поступаешь как последний шакал Я промолчал, услышался Я потом подошел к нему И сказал, что не надо Мне так назвать Ладно, забудь, не прощай Ты забудь Хорошо Лохпать меня, пожалуйста То я выйду Помятая Скажешь, чем занимались Такая-то у меня веселушка вообще Тебя буду называть веселушка Алло Алло, Оль, привет Привет Тут, короче Мне эта Гена, знаешь, что говорит Что это Типа Ну что Сейчас типа Две девушки новых придут Одна к Андре Одна ко мне Типа Мы сделаем рокировочку на тебя Типа Ты домой пойдешь Ну а шутят, наверное Шутят, не шутят Толя, знаешь, мне неприятно Скорее рада Рокировку сделаем Потому что что-то она там засиделась Ладненько Ну все, давай Давай, Маргун, не переживай, все хорошо Я не переживаю, все хорошо Ну, с Андреем Вы вместе не будете Там мальчики тебе передавали Короче, один Вот только что звонил И говорил, что вот Он фотка, что я его сфотка Он говорит, что к тебе идет Ну, хочет к тебе очень Да А я пришла там Все ко мне Все ко мне И я к тебе И все, даже кто был не ко мне Уже стали ко мне Понятно Ну ладно Пойду у Андрея обратно Да, давай Ладненько, все Давайте завтра на 12 Дня жду Я сейчас не могу Остаться на предварительное голосование Опять ты смеешься Мне нужно ехать К кореня Александровне Надеюсь, у нас сейчас будет Положительный разговор Наконец Я тоже надеюсь Вот Ну, я уверен, что ты вышла бы за мной На предварительном голосовании И готовил для тебя сюрприз Ну, поскольку мне нужно срочно ехать Я этот сюрприз преподнесу тебе сейчас Что является символом Любви, мира Что? Белые Голови Андрей Ручки давай Держи Аккуратненько Какая прелесть Ой, малыш Жди меня, я вернусь Только очень жди Надеюсь, эти голуби Принесут нам Счастье Мир И любовь Полетели Все, малыш Скучать будешь? Буду Мистер Очаровательные брови Константин Позвольте выйти на этот подиум Пойдем Та-дам Андрей Аккуратненько Вот у нас девушки пошли Лишь бы одной не оставаться Знаете, вот Интересно Андрей не смог остаться на предвариловку Хотел тебе выпустить голубей Точнее, выпустил Да Все так было красиво И что же в итоге? Зачем ты выбираешь? Я решила поддержать Костю Потому что я не хочу, чтобы он уходил Замечательно Костя не уйдет А вот, возможно, Рита лишится Андрея Я поехал, Саша Без камер Один на один Разговаривать с Ириной Александровной Решать вопросы, да? Серьезные Все наладилось Все в порядке Все замечательно Грубо говоря, материнское благословение Я приезжаю сюда и узнаю Что она предварила в Кирита Вышла за Костей Типа я его поддержать Кого? Костю? Я не говорю, что Надя твоя вышла там за Ромой каким-то Моя Надя за Ромой вышла? Твоя Надя за кем-то вышла, да Что я не знаю Вот ты сейчас Гена сказал Ну, это ладно, там, дружеское что-то, не знаю Это вы сами разберетесь Но моя Рита В тот момент, когда я нахожусь у ее мамы Выходит за другим парнем Да и за кем? Я бы не обиделся, если бы она ушла за тобой За Геной, за Рустамом, там, не знаю, за Ромой Рада? Расскажи мне результаты предварительных Чего там предвариловки было? Ну-ка, ну-ка, расскажи мне Кто за кем выходил? Я вышла за Васю А за кем вышла Рита? За Костю А Надя? За Ромку Моя Надя за Ромой вышла Но не поддерживали как друзья, ребята С каких пор Костя стал Ритти другом? Ну, я не знаю Но насчет Надьки Я всегда говорил, что Надя знает о том, что Предвариловка для меня не была Никогда дружеской поддержкой Это всегда выбор симпатии Она об этом знает Хорошо, теперь у меня руки развязаны Я буду флиртовать с любой девушкой Я, сука, вот Только выйти за ворота Перед мамой Я знаешь, как уехал? Я голубей попросил Мы голубей в небо пускали На предвариловке Я знал, что она выйдет за мной Я сказал, я знаю, что ты выйдешь за мной Поэтому давай сейчас пустим Голубей в небо Которых я приготовил на предвариловке Я этого не знал Мы голубей выпускаем в небо Я приезжаю, и моя девушка выходит за другим парнем Какая нахрен дружеская поддержка здесь у одиночек У одиночек делается дружеская поддержка У одиночек Вот я тебя поддерживаю Я за Карины Карина за мной А когда девушка в паре Что у Саши, что у меня Извините, это что за... Мозгов вообще нет Я просто об этом не знала Это, конечно, некрасиво О, приехал У тебя совесть есть? Ты что, она спит? У тебя совесть есть, я тебя спрашиваю В смысле? Какой нахрен Костя? О, Господи Что за это вообще? Что это вообще? Психушка, Господи Я понимаю, перед у кого ситуация какой-нибудь Ну вот Такое время Не знаю Тебя кто надоумил-то на это? Сына сидит, стояли, думали Решили поддержать, Господи Кого? Костю? Господи, ты его нормально Стоишь? Ты нормально? Я с тобой перед отъездом Пускаю голубей Решаю свои вопросы С мамой В этот момент Ты выходишь за другим молодым человеком На выборе симпатий Это выбор симпатий Предвариловка Перед мужским голосованием Ты мне... Ты чего? Рита? Чего я сказала? Если бы Ульяна вышла за другим молодым человеком Ты как бы к этому отнесся? Смотря как она это все аргументировала Какая нафиг аргументация? В отсутствии молодого человека Который на серьезных делах Не просто поехал отдыхать, извините Поехал общаться ради тебя со мной Ради нас И ты выходишь за другим молодым человеком И потом на лоб на месте А это в дружбу Я и когда вышла, сказала вообще-то А зачем вообще было выходить? Кто такой Костя? Я понимаю, ты бы вышел там за Геной За Ромой За ребятами За Сашей Грозным За которыми ты общаешься За Рафаэлем Ты с ним... Да, ты с Костей общаешься? Мы с ним сегодня общались Это во-первых Во-вторых Мы с Надей стояли С Надей будет отдельный разговор у Саши Я сейчас с тобой разговариваю Надей ревнует Сашу За то, что он с твоей сестрой В снежки играет А сама выходит за другим Молодым человеком На выборе симпатий Рита, за что такое отношение ко мне? За что? Что вот это вот? Я не понимаю Для чего я все это делал Чтоб тебе было приятно Ты об меня ноги вытираешь Алло Ирина Александровна Да Это Андрей Извините, пожалуйста За беспокойство Да Тут просто такая ситуация Я когда приехал сюда Я узнал, что На выборе симпатии Рита вышла За другим молодым человеком Рита вышла? Да Рита вышла за другим молодым человеком Просто понимаете За Костей За Костей вышла Да Она вышла за Костей А не смешение у меня перестали Было бы за кем выходить Нет Ирина Александровна Понимаете У нас понятие Это называется Выбор симпатий То есть девушка Выходит за молодым человеком Показывая свою симпатию Перед мужским голосованием Перед мужским голосованием Она предпочитает Поддержать Константину Вместо того, чтобы Показать всем Что она ждет меня В тот момент Когда я решаю С вами Наши общие вопросы И мне сейчас Очень неприятно Я Наверняка Я его просто Поддержала И все Это потому что На Косте Никто никогда Никаким образом Никто не рассматривал Так же Как Карина Поддержала Рустам и Гена Так же Как Оля Поддержала Рома Дело в том Что Карина И Оля Они одиночки были Никогда Девушка в паре Не поддерживает Другого молодого человека Она в паре Со мной Я перед отъездом Я сказал Я знаю Что ты вышла бы за мной На предваре Илофик Она сказала Да Я говорю Поэтому То, что я для тебя Готовил сюрприз Мы выпустили в небо Белых голубей Вот А я приезжаю тут Надо мной все угорают Ё-моё Это как так Чё такое Ты уехала А твоя девушка За другим парнем Выходит И на лобном месте Этот вопрос Поднимался И Рита Вместо того же Серьезно отвечать Она сидит И смеется А что Я в шутку А что Я в шутку Ирина Мне очень неприятно Честное слово Я такого не ожидал Сейчас руки трясутся Я тебе говорила Что она глупая Маленькая Ну чё ты хочешь Андрей Ну я тебе сказала Я вот сама в шоке Маленькая Глупая девочка Ну как обычно Сначала сделала Потом подумала Рита расстроилась Ну конечно Блин Чё наверняка Рассказали Как купаться Двадцать раз Преувеличили Ну чё за бред То что Продолжение Истории дня Это точно Какое сравнение Ну то что Когда ты человеку Что-то даришь Не надо потом Говорить Что Для чего Я это всё делал Чего Я тебе всё покупал Да Мне кажется Некрасиво Переток Не расстраивайся Ирина Александровна Она сказала Очень мудрую фразу Андрей А ты же знал Кого ты выбрал А я сейчас Мама 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 Дочка Всегда Пошли Нет Ирина Александровна Она сейчас Она занимает нормальную позицию Андрей Я просто Есть то О чём я не могу говорить Здесь То о чём мы с ней говорили Там И я говорю У нас есть Точка соприкосновения Ты мне скажешь Твои дальнейшие действия Мои дальнейшие действия Я всё ей сказал Кому? Рите Я говорю У тебя совесть есть? Она? Ты что делаешь? Она? Да что ты? Что ты? Ребёнок, ребёнок Я нет Это В общем Я ей всё сказал Я говорю Ты об меня ноги вытерла Уже по второму разу До свидания Я нет Ребята Всё То есть это окончательно Или через завтра Уже будет Мне интересно Как она вообще аргументирует Аргументирует так Что у неё в голове опилки Она подошла к Мише И говорит Миша Как Андрюша посмотрю на то Если я выйду за Костя На предваритель Нашла кому подойти Миша мой друг Я общаюсь здесь Вот с двумя людьми Габбозов, Джикин Слушай Вот два человека Слушай А Миша такой Да, всё нормально Она берёт и выходит Я когда вижу Что она выходит За этим Костей Он её берёт На руки За задницу Подносит её Туда наверх И ставит А твоя Не Габбозова Идёт С этим С Ромкой Костя Какие претензии Костя Она за ним вышла Костя Никаких претензий Она за ним вышла Я понимаю Если бы он за ним вышел Взял бы на руки Она за ним вышла Она за ним вышла Разумеется Костя Я тебя предупреждала Андрюшенька Что я могу тебе сказать Вернись ко мне Я подумала Ты за мной больше ухаживаешь Я подумаю Ага Вы только передай Свою младшую Чтобы на маме позвонила Ага Андрей Черкасов Уезжал к маме Риты Чтобы поговорить И наладить отношения А пока он отсутствовал В городке состоялся Выбор симпатий На котором Рита Вышла за Костей Девушка уверяет Что поддержала Костю Исключительно подружески Однако Андрей Узнав об этом Разозлился И до сих пор Обижен на Риту Почувствовав свою вину Утром Рита Приготовила завтрак Для возлюбленного А отнести его Попросила Васю Середонина Ой, как приятно Господи, мама Это Вася мне сделал, да? Я говорю Вася курьер Он занес Да Вася мне сделал Он ко мне неравнодушен Да нафиг ты нужен Вася Ну от кого Тогда это, господи Ой, да действительно Давайте подумаем Уж нет Рустам Или от Геннадия Цветок мой, да Орхидеи Да? Я дарил Очень красивые цветы Кому ты дарил? Рите Ну вот и думай От кого? Вот тебе ответ Ну а тебе как? Отношения с Андреем нравятся? Нормально Ну вот смотрите Он сильно нравится Или есть человек На этом мире Который тебе нравится В этом мире Который нравится тебе больше? Что за вопросы такие? Не знаю Например У тебя было Несколько влюбленностей, да? Угу Ну Влюбленность к Андрею Такая же сильная Как вот Например Влюху Ммм Нет Нет? Нет Не такая, да? Не такая Родичка Просто я это тоже вижу Вася А от кого завтрак-то? От девушки От какой? Пожелом От От Рады? Нет Она сказала, что ты узнаешь ее По этим чудесным лепесткам Я узнал Просто хотел узнать, как ты Это преподнесешь Она так и хотела быть неизвестной Я до сих пор не знаю ее имя Спасибо, мне очень приятно Мне это очень подняло настроение сегодня Я вообще говорил, что Никогда не стоит слушать других Я просто сегодня Посмотрел опять картину Ты знаешь, вот когда Одному человеку Вот пара есть, да? Одному человеку говорят Вот Вон Джеки сидит ей Да он тебя как лоха Там всякого Как это все Ты забудь Крест на ней ставь И все Начинайте любить уже И мыслить своими чувствами И своими эмоциями Любишь, любишь Нет, нет Все А то, что Джеки, Джеки Проникновениями любить надо Скажи Гена Бабуин Он похож иногда Нет Вот сегодня он утром очень добрый Вот Меня Кого выгонять Я бы Генку не выгонял Вот Вот в этом плане Нет Я безумно хотел бы его выгнать Чтобы все было Спокойно Штиль такой Знаешь, что это? Да, как в раю Сашку тоже выгнал бы В раю-то Костя отправится сегодня Костю И Костю выгнал Знаешь Да, Костя Иммунитет не дадут То Костя сегодня Пойдет рубить фишки Ну, а ты просто пользуешься То, что я к себе Очень хорошо отношусь Ты мной пользуешься Нет Да Нет Я тебе безразличен Нет Да Нет Я приезжаю сюда В отличном состоянии Я лечу Действительно У нас был очень хороший разговор С Ириной Александровной Все замечательно Серьезно Я не преувеличиваю Приезжай сюда И что я слышу? Ты лох Я лох? Да Ты в курсе, что Рита вышла за другим парнем? За кем? За Костей Вот если бы он за тобой вышел Ну, это я с ним бы разговаривал Извини, ты за ним вышла По-дружески Мы в ссоре, Рита У нас конфликт Что, что, что? Александр, давай с парнем? Я тебя уважаю Я тебя уважаю Тоже Хочешь сказать, что вы помирились с Андреем Помирились с Андреем, да? Да Понятно А ты знаешь, что он вчера с мамой разговаривал? Ну, а что? После того, как узнала, что ты за Костей Вышла и сказала, что да, вы правы были Рита действительно ветреная И все такое И вообще И с таким намеком, что он вообще может быть за мной будет опять ухаживать В смысле? В прямом, Рит, в смысле Как это? Ты, конечно, Риточка, ему нравишься Но если сейчас сделать такую вещь, как ты Если ты уйдешь или что там, да То вполне и намекнуть ему напрямую Что давай тогда, Рита, там все заканчиваешь И будем мы с тобой вместе опять Если с ним это поговорить, Рита, он ради шоу пойдет на это А давай ты так сделаешь? Ничего не такого То есть ты хочешь, чтобы проверить его? Можно бы Если Андрей уйдет, ты уйдешь за ним? Да А сама просто хочешь уйти уже? Не знаю Нет, не то, что да, не знаю То есть тебе уже как бы начинает потихонечку Ну, как, в принципе, мама и говорила Что ты зашла потусить? Нет, не то, что зашла потусить Просто я еще очень сильно в последнее время Переживаю на счет учебы А, еще я слышала от девчонок вчера, что он сказал Что придут новенькие девочки И он рассмотрит этот вариант Посмотрит на них Еще А, еще он говорил, что неплохо, да Он говорит, ну шоу хорошее получилось То, что она-то, да, сестра к другой После такого своего поедения он ждет От меня на лобном месте извинений За то, что я вышла поддержать Костю на предваривке И пошел он, знаешь, куда Ты вообще с Андрюшем-то разговаривал по мужски на эту тему? В смысле? Ну, вот как мужчина с мужчиной Что, там, не знаю, там Андрей, да, там твоя девушка вот вышла за мной вчера Как ты к этому относишься? А, нет, кстати, я даже не разговариваю по этому поводу Она тебе нравится как девочка? Как девушка, я бы с ней не стал строить отношения Не стал бы строить отношения? Нет Мне кажется, ты лукавишь А? Мне кажется, ты лукавишь Нет Ты бы с ней не стал строить отношения Потому что она тебе действительно не нравится? Или ты, может быть, Андрея боишься? Рита, мне... Она человек такой Ну, нельзя с ней строить на самом деле отношения сейчас То есть ненадежностью пахнет Агибалова до сих пор обижена на Андрея Черкасова Ей обидно, что расставшись с ней Андрей выбрал из всех девушек ее родную сестру Чем испортил их семейные отношения Ольга не доверяет Андрею И считает, что он использует Риту только для шоу Именно поэтому она пытается подтолкнуть сестренку К очередной проверке Андрея И выяснить, как он поступит Если Рита скажет, что решила покинуть телепроект Ты с Ритой разговаривала вообще по поводу всей ситуации? Вчера? Вообще по поводу, да С утра она принесла мне Точнее, Вася передал от нее завтрак в постели Мне было приятно Я находился в кровати Слушай, Андрей, просто я сейчас не разговаривала И она вообще задумывается про то, чтобы уйти Из-за чего? Не просто Она говорит, что ее уже здесь тяжело стало И что у нее учеба Ты можешь у нее спросить, если не веришь Я сейчас не только что разговариваю Что она очень переживает из учебы Там контрольный, что первый курс И вообще, говорит, не знаю Она с тобой разговаривала на эту тему? Нет Я тебе вообще не разговаривала Я просто с ней поговорила Я не знала, что у нее так быстро Начнется уже вот эта тема по поводу Не то, что Она сказала, что больше всего из учебы переживает Раз, а во-вторых Она говорит, что мне надоело То, что из какой-то ерунды выкручивают Ну, тяжело Какой ерунды? Ерунды то, что ты выходишь за другим парнем Когда ты парень дома Это не ерунда Просто ей вот это тяжело психологически Но ты пойми, что В принципе, я ее понимаю Она еще маленькая девочка Знаешь, вот Ее бы не трогали здесь Если бы она не делала такие поступки Как и она сделает Просто если у вас там искренняя симпатия И она сегодня захочет уйти Может, вы вместе уйдете Не знаю Пойдешь ты за ней, нет И вообще, как? Позовет ли она меня? Ну, если позовет, пойдешь Я хочу посмотреть в вове глаза То есть, ты не хочешь уходить, да? Я хочу быть с тобой Но я не ожидал, что ты захочешь взять Так и уйти Ты еще раз говорю Ты хочешь уйти Вот я, понимаешь Я просто не могу понять твоему делу Ты хочешь уйти Ты хочешь уйти со мной? Ты хочешь сейчас уйти И тебя держит то, что оставишь здесь я? Или ты в любом случае Ты мне говоришь о том, что ты уйдешь Отсюда до Нового года? Даже не знаю Я хочу быть с тобой Мне вроде и нравится на проекте Мне как-то это все начинает напрягать То, что на учебу все-таки ждет Ты знаешь, здесь многие учатся И ничего Тебя могут отпускать там раз в неделю Просто, чтобы ты появлялась на учебе Здесь учиться Я помогу тебе Понимаешь Понимаешь В определенные моменты Я чувствую, что Что лучше тебя Я уже на проекте никого не встречу Что не придет такая девушка Которую заставит меня Действительно не просто играть А которая мне заставит Делать для нее романтики Сюрпризы И Делать что-то для нее От сердца Но Смогу ли я тебе это делать там За воротами Там, где ты не сможешь Быть со мной рядом 24 часа в сутки Я боюсь Просто оказаться тебе там не нужно А это будет очень Ты мне будешь не нужна Или я тебе не буду нужна Другой вопрос Вот это сейчас вопрос Вообще опять ты не подумала Я тебе только что сказал Нет, я поняла Что на проекте я тебе нужна А не на проекте Так я считаю, что нам нужно еще остаться здесь Ты выйдешь за меня? Куда? Замуж Что-то такие слова Спрашиваешь такое А че? Когда действительно захочешь Чтобы я на тебя вышла Тогда спросишь Ты выйдешь за меня? Смотри А я принялся Ты в этом уверен? С моими-то Мог рутаться Да Я справлюсь с тобой А ну больно А ну больно Ну кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх-кх Ну больно Ну кто ты еще? Блин Дебилушка Понимаешь, вот Ты за мной не ушла Так? А мне задаешь вопрос Ты уйдешь за мной? Угу Нормально? Да Ну просто всегда знаешь Интересно очень Тебе важен именно проект Или отношения Или тебе самое важное Отношения на проекте Мне важно понять Что ты ко мне чувствуешь Проверить это здесь И если бы я понимаю Что Что мы действительно Друг друга стоим И у нас есть будущее Я наплюну на проект На все На всех и все Но ты мне совсем Не даешь времени Хочешь уйти? Я не держу тебя Но я не хочу Чтоб ты уходил Но я не хочу Страдать Когда ты уйдешь А ты будешь страдать? Если я каждую ночь Страдаю от бессонницы Понимаешь Вот мы с мамой Все разговаривали Она говорит Андрюша Ну у тебя не будет ничего Поверь мне Поверь мне Как маме Хоть я ничего Не буду с Рицей Не из-за того Что ты к ней А из-за того Что она к тебе Скоро остынет 15-17 лет Она влюбляется И так же быстро Все забывает Мне 25 Я хочу жить В настолько серьезных отношениях Чтобы детей иметь Понимаешь Понимаешь Я уже готов любить Я хочу любить По-настоящему Ну хочешь ли ты этого Помнишь Самую фразу В принципе она у меня Никогда не меняется Свою судьбу Мы строим сами У меня знаешь У меня вот такой характер Когда мне говорят Судьбу так или сяк Я отвечаю всегда вот так Я тогда возьму судьбу В руки Свои руки Буду делать так Как мне вот захочется Оль Неужели ты рассматриваешь Василия Как потенциально молодого человека Или просто Погреть бока захотелось Ну на самом деле Это первый молодой человек Который мне приглашает На дружеское свидание Куда-то съесть за границу Причем Действительно Я с ним пообщалась Он очень интересный Знаешь Дружеские свидания Не бывает Откройте большую тайну Прожив 24 года На этой земле Я тебе могу сказать следующее Что конечно же Все происходит под эгидой Я хочу с тобой дружить Но ты же понимаешь Что это не так Что все равно У него есть какой-то Коварный план Может быть Соблазнить тебе Или еще что-то Ты на это потенциально готова Нет Пускай попробует А вдруг получится Я кого не спрашиваю Любая бы девушка На моем месте Тоже согласилась бы С удовольствием съездить Ленка Бушина вообще сказала Если бы не Семен Она бы поехала С Василием И с Василием И все равно Времена он рад Я просто поражаюсь вам Девочки Ну что вы готовы Рела на редак В принципе коллектив новый И здесь я не знаю никого Я отметила Вот Очень яркий участник Андрей Это мой командир бывший Да Я смотрела из серии В принципе Я так более или менее В курсе Я считаю Что этот молодой человек Он сам по себе Очень энергичный И к нему расположены Практически все женщины Да Вот И даже если На первый взгляд Может Ну не произвести Такого дурного впечатления Она сделает для этого все Ну а гостья Дома 2 Ада Караева Заинтриговала всех Своими предсказаниями К ней выстроилась Очередь из желающих Узнать свою судьбу На проекте Какова моя судьба На этом проекте? Мы говорили с Сашкой По поводу тебя Я думаю Что судьба у тебя здесь хорошая У тебя очень много перспектив Так как ты знаешь Я увидела тебя впервые На экране Вот Мое первое мнение Было Что ты здесь надолго Моя судьба с Ритой Какова? Честно? Честно Все только честно Честно Хорошо Ну Ничего серьезного Чем мне нужно Заниматься по жизни Какой работой Чтобы быть Как бы И удовлетворен На своей жизни И чтобы был заработок Так Хорошо Хороший вопрос Может твои руки? Сколько тебе лет? 25 Слушай Ты знаешь Я считаю Что тебе нужно Зацепиться На телевидении Это твое Тебе может быть интересно Но конечно Не на любом проекте То есть Реалити-шоу Это Такая начальная стадия То есть Если ты захочешь Свою Карьеру Продолжить здесь Именно на телевидении То у тебя все шансы Лежите на меня Спорчили с глаз Сейчас Так С глаз есть А порчи нет Судья Ты тетейский Он пришел Собчак К тебе Он никогда Не будет Счастлив На земле Нет 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 Собчак 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Встречаем Ксения Бородина И Ксюша Собчак Ой Прекрасно Василий Подняли мне Сегодня настроение Ну тоже странно Любите меня А на отдых Едете с Ольгой Я бы на месте Ольги Вот расстроилась Оля Ну вот как Ты же видишь Что пока Все таки Василий Влюблен в меня Его сердце Находится в моих Так сказать Ручках Слушай Я очень расстроена На самом деле Я думаю Ты научишь меня Быть тобой Чтобы Василий Хоть чуточку Полюбил меня Настолько же сильно Как и тебя Ну подожди Ну ревность Вот Я же все таки Сильная соперница Согласись Я согласна Я даже не знаю Что теперь делать Посмотри Сильная соперница Ну ничего Я поступлю мудро Я подружусь Сильная соперница Не в челюсти счастья Вася на внешность Закидывается Ему рад Как-то не понравилось Ее ногтями А вот на вас Оля Да-да-да-да Я подружусь С своей соперницей Она мне даст пару уроков И Вася будет моим Но Василий тебе нравится? Он тебе симпатичен Вот сейчас я поняла Что это моя любовь На всю жизнь Я вот поняла В этом предмет Или ты просто Девушка меркантильная И хочешь с ним отдохнуть В Доминиканской республике Это тоже Это тоже А тут что? Оля Здесь был романтик Привет Извините Ничего, что я пришла в свою комнату Можно войти? Мы тебе сюрприз хотели сделать А у Костя съел все А у меня вчера Я вам сказала Ой, я ваше Потография Да-да-да-да Оля, здесь такое происходит Правда Привет Привет Ой, дай цвет Я сучала Рита, ты видишь Чем пахнет-то Открою Открою тебя Открою тебя Я говорю Это мы Олей заготавливали Ничего Оля Не надо тут отмазки Успокойся сегодня Да меня Чего? Андрей Меня просто чесит Что? То, что ты сейчас делал Старая подруга Обнялись, поцеловались Ты просто понимаешь Ты подходишь нормально Ой, привет Ой, Оля Такой специально Меня Бесит Чего с ума Рит Ты вообще Рит Обнял, поцеловал Бузову При встрече Меня это бесит Оля, она к тебе ревнует Он, Оля Он постоянно ко мне Докапывается Я вот еще раз Андрей Ты так сделаешь Ты понял Я тебе дам Я тебе вообще говорю Ты постоянно Пытаешься Сделать так Чтобы я тебя ревновала Я вообще Больше не буду ревновать Я к тебе подходить Ты понял Конечно, Рит А ты уходи Уходи от Андрея Правда Не, ну то есть Знаешь такое Что оно легко Сознаваемо Что узнаешь Да успокойся Ты сегодня Успокойся Рит Да успокойся Блин, ну больной Ты, господи Успокойся, Рит Все, малыш Все 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 Все, хватит Все Все, закончил Малыш Все 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 Спасибо Спасибо огромное Что-то мне очень Спасибо 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 Все Все Успокойся Рит Хватит Вот ты сейчас Перебарщиваешь Терпеть не могу Вот Ну это Вообще Я купила Сражения Движения Просто так 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 Довольче Ты доведешь Травочную Толки 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 Что Что Сейчас Добиваешься Вот этим Поведением Я тебя довел И что Если После всего Этого Я хочу Тебя Прижать К себе И Забыть Обо Все Это Воспрещается Просто Надо Успокоиться Я Тебя Успокою Я Сама Рит Если Ты Не Хочешь Со Мно Разговаривать Что Иди Отчего Да Ты Хочешь Уйти Ты Хочешь Меня Прогнать Я Хочу Чтобы Ты Со Мно Поговорила Если Не Хочешь Мне Ничего Объяснять То По Крайней Мере Не Знаю Блин Я С Тебя Буду Обнимать Ты Не Будешь Давай Себя Обнимать Хватит Малыш Не Обыкновенная Вытащи Да Ты Чего Чего Тьфу Тьфу Да У меня Волосы Твои Волосы Не Мои Я Не Говорю Тьфу Твои Волосы Молчите Она мало кушает просто Рита, по-моему рвать тебя на части Сейчас будут, выходи сюда Риточка, милая моя Мои душеньки очень тепло и уютно рядом с тобой Ты необыкновенная девушка Необыкновенная Ласковая, нежная Как обезбежная Любовь твоя Необыкновенная Милая, бесценная Целоваться не обязательно Головная боль, да, хорошая? Не, нам на руку сыграл прошлый антииммунитет Ушел Антон Не без разницы кто ушел Ушел человек из того дома Должна уйти рада, по идее По всем канонам А-а-а Ты охренел что ли Сука Ты моя сука Ой, сучоныш. Ой, сучоныш. Ребята. Дебилка. Андрей. Как все красиво. Спасибо. И мы... И мы счастливы. Ну иди мне на горло дали. Нет, 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 нет. Завтра мы с вами в финале пробуем, потому что мы знали, что это красиво. Завтра... Вот сейчас Ритка с Ловкой поговорят с Иоанной, с Рафаэлемом, как они... Все, спасибо. Алло. Алло, привет, мам. Привет, Рит, как дела? Нормально, хорошо. Как улыбная. Фух, мам, ну вообще... Вот такие сегодня дебаты были, ужас просто вообще. Да? Да, и это... Я в шоке. Ну, короче, это... В основном против Ульяны проголосовали, и она ушла с Рафаэлем вместе. Я с Рафаэлемом ушла? Да. Да ты что? Я вообще в шоке. Сегодня только, знаешь, это... Вообще вчера кандидатуры совсем другие были. Там я, и Оля, и там много, и куча всех. И, короче, в итоге это сегодня так раз, там, Рустам там что-то там, короче, и все это... Против Ульяны практически проголосовали. Ну, нифига себе. А ты против кого? Против Рады. А Оля? А Оля против Люды. Ты веришь в отношения, вот объективно, в пару Риты и Андрей? Я не верю. Я верю в какую-то симпатию, знаешь, это какая-то прелюдия к началу отношений. А я могу сказать одно. Я думаю, что... Причем вот... Если бы... У Андрюхи заинтересованности больше в этих отношениях, чем у Ритки. Ну, вот так вот для жизни, ну, вот такая разница в возрасте, нормально прям. Для жизни, да. Но я вот не вижу, знаешь, особо такой вот заинтересованности, что ли. Ритке с ним приятно, Ритке с ним хорошо. Ей приятно, что он ухаживает, ей кайфово, ей внимание. Ну, какой-то, знаешь, такой вот подвязанность, вот такой вот блеск в глазах, вот такой вот искры какой-то, вот знаешь, вот такой вот прям вот тяги. Ну, не знаю, как-то я бы пока не вижу. Хотя вот сплюсь с ними на соседней кровати. А ты сосиски варила или в микроволновке делали? Варила. А чего они такие? Ну, я переварила. Потому что я на нервах была, у меня тут рассыпался во все стороны. Вода лилась, все падало, бутылки падали, я не знала, у меня нервы. Тебе Рита уже звонила, да? Да. Ну, только что сейчас мы их проводили, еще они вещи собирали. Вообще в шоке. Ну, вообще, что-то вы, правда, я Рите говорила, что-то вы не собрались. Ну, мама бесполезна была. Почему? Ну, потому что мы даже собирались, во-первых, уже все было предрешено, так тебе скажу. То есть вы уже знали, когда садились голосовать? Я уже знала. Ребята догадывались. Ну да, ну так, у них там все хорошо. У них встреча сейчас с президентом республики. У них все будет хорошо. Я просто расстроена, потому что мы с Олей лишились большой поддержки. Понимаешь? Они были за нас. Все остальные против нас. Все могут в любой момент переметнуться, а они не переметнулись бы. Это сто процентов. У тебя здесь есть Люда, у тебя здесь есть сестра. Считаю, что тебе нужно, я считаю, что со скороходом у тебя есть общие точки соприкосновения какие-то. А Варвина, Оксана и Бушина, они никого не волнуют, эти три девицы. Варвина, Оксана и Бушина, эти три девицы никого не должны волновать. Скороходова – приятная девушка. Люда – приятная девушка. И сестра – это приятная девушка. Рада и не хочет с вами конфликтовать. Мы всегда кого-то теряем. То, что ты расстроен – это нормально. Ты же человечек, у тебя есть душа. Я хочу набить морду Варвину. За что? За то, что она сука. В перчатках хочешь набить без? Так. Вырвать ей волосы, выбить зубы, сломать нос, вывернуть руку. Угу. Ты у меня набралась всей этой жестокости? Меня осуждаешь жестокость и сама о чем рассказываешь? Эмоции свои. Что она меня бесит? Ну, бери ветра воды, заведи, облею ее. Так же просто мне так захотелось. Драться же нельзя. Вася. Ну, посмотри. Ну, как мне это не выиграть? Не виновата я я. Иди сюда, Вася. Может, ты с ней поедешь вообще? В границу. Ой, Василий. Ой, Василий. Ой, Василий, сведешь ты меня с ума. Ой, Вася. Вася, возьми ее, возьми. О, Вася. Что ты так обсвинявил-то мне? Ой, я не свинял. Ну, что это ты тут? Ой, Василий. Ты уверен, что дальше стоит играть? Бабник ты, Василий. Тебе не нравится? Смотри, какая красивая девушка. Где так у меня идти красавицу? Так вот она, Вася. Красавица. Была, была, была. Да, все, да. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Пойдем еще посмотрим. Слушай, какая красивая девушка. Пойду, ладно, покурю, вернусь. На самом деле, Рита только рада была приходу новых мальчиков только из-за того, чтобы подогреть чувства Андрея. Я на моем приставке, я не обменила тебя, она даже не покраслена, это всего лишь румяна, ребята. Да, это всего лишь румяна. Почему? Нормально. Нормально. Нормально-то будет, Ля-ля. Нормально, чувак. Ну, мне тут только Андрей, что бы вы ни говорили, не надо тут ля-ля. Я не знал сейчас еще одну фамилию, кто тебе нужен, но таких участников просто нет. А ты? А ты? А ты? Того чувака, а я тоже. Ли-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Капуза. Выйди. 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 Рита. Иди сюда. Выйди. Выйди сюда. На пять минут. Рита, на пять минут. Выйди сюда. Риточка. Выйди сюда. Поговорить надо. Срочно. На две минуты. О-о-о. Смотри на его рот. Рита, блин, если ты сейчас не выйдешь, я не знаю что с тобой сделаю. Оля, я что, могу что ли выйти? спортом занимаешься хочу с андреем с андреем что он приехал и так встретила так рада была что он приехал соскучилась я помню ты ужин приготовила да он ну-ка иди сюда мне неприятно то что у меня не получилось заставить а бросить курить а у саши получилось что у него получилось заставить надо бросить курить меня вот я говорю слушай игры не ты поспорила наверно сашкой на что-то да 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 и на неделю поспорил я грану страной игры сам факт что приятно что я не курю месяц скоро будет вот это бряк ну как бы меньше ты такой ты хорошая пацан бываешь и сильно добрый у тебя малая нравится сильно любишь это тебя на мая да конечно я-то вообще привык женщинами крутить а тут вот докрутился вот такое это нет мне неприятно то что у меня не получилось я круто слушай я говорю ты тебе вообще ты думаешь что говоришь не начинается егру все это свидание не буду чтобы разговаривать так из-за этого да это верно я тебе говорю бред такой просто начал нести блин еще это тем как какой-то тихий стал андрей ты его подавляешь что ли или что ты что чувствуешь ну как тебе сказать в некоторых ситуациях я наоборот ну пытаюсь некоторых наоборот более лояльных к нему отношусь но когда как на самом деле вот в таких ситуациях я даже не собираюсь разговаривать может быть они такие женщины были как она она особенно у меня еще не было но в чем она особенно но она красивая это там интересная там хозяйственная там чем были тоже прямой таки же это совокупность вот если перечислять да вот это то есть мне она реально очень симпатичная кто-то скажет там у нее лишний вес мне не не она симпатичная мало я с тобой согласен вот хозяйственная да с ней интересно она очень вот физически женщину трогаешь да целуешь и чувствуешь что твое есть его даже слышу как-то ну как-то а тут все прям подходит понимаешь все нравится но вы все равно короче по мелочам с этим ссоритесь да ну так обратил внимание каждый день у вас 40 процентов то конечно я никогда не ругаюсь она просто она берет она образ взяла и ушла от меня это как я с тобой разговаривание поворачивание спиной она раз и ушла и все я после этого не хочу разговаривать я не хочу уже разговаривать я считаю что она должна ко мне подойти она и ко мне не подходит следовательно вот я гружусь и могу понять почему она ко мне не подходит не ломай косяк ты пошла еще не я не массаж делала я не делаю массаж ты больной что ты у меня совесть есть во первых успокойся во вторых я никому не делала массаж когда и перед женским голосованием когда карелку выгодили выйдем нахрен алют не психой во первых помнишь когда он это подошел когда мы в концу ели сковорит там аж не спит вот эта фигня сейчас он тоже это город на маши пожалуйста и я мало я как раз тогда с руси разговаривала так что не надо тут гнать ты массаж мутил я ему ничего не делала так что я намазала и сразу пошла так что не надо тут психовать и и строить все кого-то тебе вообще никогда ничего не интересно не интересно то что ты делаешь меня это это совсем другое ты почему прижалась к это гений на языке когда я не буду ждать дойдешь меня согреешь свою гордость руку руку на машку хочешь меня снять труси нет спасибо чего и булки мне намазать дура ты что ты считаешь нормальным рита после того всего что было поговорить рита если я так буду делать другим девушкам ты же меня схаваешь почему почему у нас отношения неравны разве я не изменился ради тебя я не звоню не буду не смотрю в ее сторону вообще я даже не присутствую когда там идут разговоры я хочу быть только с тобой одной и что я взамен получаю у меня был всего лишь вопрос я обнял тебя и спросил не надо так делать как сейчас делаешь ухмылку такой я тебя обнял спросил рита как ты думаешь мне приятно слышать что другой мужчина тебя заставил бросить курить такая бред взяла и ушла я хочу с тобой дальше разговаривать я рад что ты бросила курить несказанно зачем вообще-то эту тему поднимать какую с таким лицом мне знаешь как неприятно то что саша заставила тебя бросить а я не смог да потому что мне все говорят ты слишком мягкий с ней она тобой она тобой крутит конечно я стараюсь а что-то делаю для тебя вот в итоге ты слушаешься других ребят и не хочешь мне объяснить понимаешь если бы ты мне сказала я послушаю дай мне договорить это что это ревность да я тебя ревную дай я этого не скрываю к обозу ко всем я считаю что я за тебя боролся и я считаю что я тебя заслужил я считаю что я тебя достоин ритм но мне так неприятно когда ты поворачивайся ко мне спиной когда хочу с тобой поговорить даже если я несу бред скажи обними меня скажи милый ты несешь бред но не разворачивайся больше никогда ко мне спиной не уходим нет мне просто это я не могу понять как не так не бывает в жизни так не должно быть паста поменяйся местами ты сейчас со мной разговариваешь я беру и ухожу я не понимаю что что я бросаю курить я буду всю эту неделю ходить на нервах ты понимаешь я подумал об этом я даже записал скорее всего это никотиновая нехватка и тем не менее ты не смог подойти первый целый день ходил дутый как это обиженный я не обиженный посмотри на меня пожалуйста я не обиженный ритм мне неприятно мне больно и за такой понимаешь сделать вид то что ты всеми я не делаю вид рита если ты ко мне хорошо относился и не было на своей гордости извините блин ты бы сам подошел я обнял меня на лобном на языке без разницы ты сейчас я сижу мёрзну блин а ты сидишь умный весь да я должна сидеть и ждать пока ты подойдешь я не принес тебе подушку на лобное место чтобы ты рядом со мной сидела охренеть я принес стоп дальше я принес подушку на язык почему ты от меня тело почему между нами ольга села тебе уже неприятно со мной сидеть почему ты говоришь если ты ко мне хорошо относишься у тебя что появились сомнения так я хорошо отношусь эти не про это говорю эти говорю про той гордость в отношениях гордость засовывает в задницу мне мою гордость засунуть себе в задницу ты сейчас вообще какие слова говоришь ребята у нас все переехали все одиночки переехали мужскую женскую спальню давайте-ка перейдем главной теме по поводу заселения вип-дом да у нас есть пары которые претендуют на жилье вип-доме семён с леной рита с андреем миша с надей вася с солей и все да четыре пары что делать будем ребята комнат всего 3 сейчас начиная с оксаны каждый по очереди называют лишнюю пару да которая является лишней которая не должна быть так оксана я за секс на проекте поэтому против оли и василия так семён я соглашусь с оксаной да здравствует нормальные отношения или она ну соответственно то же самое ребят называйте лишнюю пару лишняя пара оля василий рита андрей не люблю профсоюзы воли и василий миша такой пары просто нет оля и вася надя вы знаете я подерживаюсь соли только по той причине что поддержали вчера меня и помнится из уважения к ленке но не из уважения семена против семена и лены против нас голосовали целый месяц участники я голосую против оли и василия естественно я так как василий поддержал мою любимую девушку просто не могу не поддержать его поэтому я против семена и лены я также против семена и лены сюда же голос геннадий с которым я только что созванивался так оля вася вот я объясню кратко то есть вот перед тем как мы будем голосовать я семена договорился что мы поддержим друг друга вот сейчас если честно говоря очень разочарован я не ожидал от этого поэтому мой голос соответственно уходит обратно так люда я не могу не поддержать василия ты против лены семена паша тенера проголосую против андрюхи потому что мне не обидится хорошо все понятно так рома в данной ситуации я не могу не поддержать ольгу именно ольгу поэтому я против пара семена и лена спасибо рада а я за любовь и конечно против них потому что они не любят друг друга это не пар глупый вопрос против кого стоп против кого их то есть не хочу чтобы они заселили но кто они так наташа ну это глупый вопрос вася и оля естественно так и толик пасе его вася и оля и до хозники такие куда им лезть не хватит меня против вас быть понимаешь какая может быть пара тихо тихо ребята ребят ну что я вам хочу сказать тишина пожалуйста ребят я вам хочу сказать что небо не фу ребят короче с маленьким отрывом не заселяется веб дом но пара и оля ребят а веб доме а веб доме сегодня на сегодняшний день заселились семён семён и лена рита и андрей и я с мишей андрей слушай аккордеончик не видели кого аккордеончик мой не черный такой стоял я знаю но я его не вижу недавно внизу видео сегодня мы все переносили да там настройки было дело я же настройки не было его настройки я отсюда ничего не переносили я не видел серьезно как так блин я хожу приношу обустраивать у тебя теперь все твое свободное у меня вот принес так попросил снять только белье тинейджер я тебе сейчас устрою тинейджер я тебе устрою я тебе устрою надеюсь не спорь со старшими голове не бум-бум сейчас выйдешь одна малолетка я говорю ты мужик игру тебя должно быть мало вещей господи ужас какой-то раскидывал скоро появятся игрушечки всякие если не появится я ему устрою слушай я даже не так рада была когда это сегодня днем гордова заселимся сомневалась сомневалась тогда сейчас когда зашла почувствую моя комната ну нашу конечно наша комната да вот так как обратился вы почаще в гости приходить я боюсь скучно будет сама уж тоже заходи ну на счет и тут а чё ты туда бегаешь чё ты бегаешь я знаю эти все штучки вот так что вы почаще приходите шампанский скоро предвариловка у меня так все непонятно что девушки хочу чуть вам сказать за толиком уходить надо как дела нормально расскажи как ты там вообще с андрюшка переехала переехала классная мне нравится нравится то есть ну ты не жалеешь уже не знаешь я как-то думал что буду жалеть потом как-то сомневалась постоянно сейчас классно все здорово что ты заменилась ты вот поняла для себя что да там это твой человек или там но как-то это же за один день я не могу таких выводов сделать не принципе мне хорошо так по бытовым мелочам там бывают ссоры на такие смешные вот а так в принципе хорошо то есть принципе тебе не напрягает нет нет все хорошо отлично мне нравится андрей что говорит андрей за что счастлив да да еще бы у него иммунитет теперь на мужском голосовании еще бы он счастлив не боль ты такая общая алле алле мамульчик привет привет как дела нормально как у тебя я давно давно вот решила позвонить у нас такие дни загружены просто сейчас вот конкурс снимали там второй этап непонятно ну как там мальчики новые от вылезли нормально мальчики один который короче такой ой он такой он сначала с наташа наташа как бы его отворот поворот дала он сразу же переключился на люду который вы поманила там блюдо ему отворот поворот дала он сразу переключился на оксану которая поманила сейчас оксана ходу а у меня такие люди в принципе он такой симпатичный такой культурный видный воспитанный но он вот такой знаешь что-то метается и с такой вело текущей ну вообще не понимает не понимает мне прям знаешь вначале казалось ну такой да нормально просто не соса оказывается к смотри он просто знаешь его поманишь он бежит зачем такие мужики вообще вот и я разочаровалась прямо другой такой шустрый там то ли он такой немножечко малатый хамоватый немножечко такое грубость можно сказать такой совсем тоже уже с девчонками там флиртует по очереди ну совсем флиртует по очереди нет мне тоже сразу уже нет не тот не другой рит с андреем в комнате вроде хорошо все ей понравилось так что так у рит сейчас бассейн кинут да ну просто просто так до бассейн теплый ну вот почистили вот ребята уже купаются я тоже хочу я смотрю не купаться сейчас тоже пойду тогда ну вот только в дом переезжаю а вы чё вода теплая я тоже сейчас приду тоже купаться давайте сашка с генкой потащили кроссовки снимите ребят и а а а и и а и а и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я надеюсь, что на тот момент, что мы с тобой сюда заселились, что наши четыре стены и потолок принесут нам больше тепла, больше доброты, больше нежности и, самое главное, больше взаимности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Целоваться хочу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ко всему, к столбам. Просто с Людой пообщаюсь, там посмотрю на Наташу Вареновну, это мне потом закрепит. А сама хочет, чтобы я ревновал, понимаешь? Вот такие вещи. У меня вот это вымораживает. Я вижу, ты знаешь, ходишь с таким лицом, я как-то общаюсь, я как-то вообще на приколе все время, ты ходишь такой серьезно, я с тобой что-то говорю, ты так, да, да, ты не стоит, это не стоит. Она подкалывает меня с этим, она подкалывает меня с тобой постоянно, меня уже это вымораживает. Ну, грубо говоря, вчера мы договорились, что все, больше с тобой тема не поднимается. Я ей сказал, что хорошая, я говорю, ты, Рита, дознай меру. А на что? Все, больше нет. Понимаешь, что меня волнует? Меня не столько волнует, я просто прекрасно знаю твое отношение к ней. А она не понимает это, что у нас ничего не может быть? Она понимает, я считаю, и она, как бы говорят, уже, грубо говоря, ни о чем не думает, но, понимаешь, вот такие моменты, когда она пришла к тебе, легла, да, вот, такие моменты, когда она втирала спину, меня бесит, знаешь, что потом, это же все выходит, и потом начинают, типа, Черкасов, да как же так, блин, твоя девушка такая. То есть не говоришь, что Гену уводит девушка, а у тебя девушка такая, то с одним, то с другим. Вот же меня тревожит, понимаешь? У меня никогда не было, чтобы такого, чтобы мне уговорили, у тебя девушка, я бы всегда был и так, чтобы... Что, нам с ума что-ли пошло, что ли? Ну, что, ну, что Рит, бесстыжен. Пошли домой, пьяниц, Ты чего говоришь? Позор какой. Рит, Рис, пошли домой, дети не кормлены. Рис, вставай, пошли. Рис, пошли, пошли, ё-моё. Фигню не страдает? На руки, с ними не страдает. Да сейчас и... Господа, извините, зашёл. Рит, вставай, ё-моё. Забыл, где твой дом, что ли? Ах, я с вами была, дружка. Да я уже вообще... Рит, пошли, чьи. Она здесь переносчёт, ладно? Она здесь переносчёт, она здесь всегда будет, на чёмах, нахрен. Вставай, ё-моё. Иди, так, ты не смей, там, руки поднимай. Я по попи, чьё-то. Но всё равно, Андрей. Я всегда её хочу по попи. Ну, ты знаешь, мне плевать, что хотелось, не надо, где-нибудь. Ах, Санатов, ты уже голенькая. Рит, пошли. Почему я? Я сплю. А ты знаешь, где ты спишь? Мою мать... Андрей, отпусти её. Что ты хочешь? Я тебе сказала, не надо так её по голове трогать. Рит, пошли. Я сплю. Ты забыла, где ты спишь, что ли, Рит? Тише, ребят. Сука, кончено. Офигенно, Андрей. Ты тоже. Закрой рот и ловяешь. Офигеть. Иди ты. Ну, ты не красивый фикаршин. Посылать. Чё ты его посылать? Масик, промасик. Ну, что ты вообще творишь? Это, во-первых... Ну, Рита, если у тебя какие-то проблемы с человеком, надо сесть и поговорить. Выкладывай. Чё, 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 завтра день, как-то сложно. Давайте спать. Первый раз. Завтра все сделайте. Давайте спать, сестра. Быстро. О, ладно. Угу. Чё, 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 чё. Ты мне по чекете врезал? Угу. Где-то сестра собралась. Ещё будет на сестру трогать. Уже... Уже... Закрепала. Какого хрена? Уже... 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 Я думала, что... Вообще... Уже... Уже... Я твою сестру послал туда. К Андрею. Моя сестра там лежит. Я тебе говорю, я бы... Моя сестра лежит мне, где лежала. Где ты, Андрей? Он ушёл туда, наверное, в этот домик. Чё ты такое вообще? Видит из Чикаго. Какого чёрта он трогает мою сестру? Мусор, что налей. Ещё здесь ответственность на неё, блин. Давай сейчас, пускай он ещё мне врежет. Я вообще его... Ты не пощёте надела? Да! Да ладно. Да? Ну, он по-хорошему ходил. Он такой романтик с одиннадцатурой. Ну, он по-хорошему хотел. Я согласна. Веритий скажет, что он не красивый там сидит. Но тем не менее, он тоже должен думать. Взрослый мужчина. Она-то 17-летняя девочка, а он взрослый мужчина. Ну, Господи. Ты бы это, Оль... Я думала, что он здесь, я хотела ему вредить. Здесь нельзя курить, сейчас начну. Оль, просто я бы на твоём месте просто отослал её к нему. Так я отослала. А завтра, завтра то, что... Вот завтра пускай они разбираются. Не значит, Оль, нельзя. Она сама не хочет идти. Ну, значит, надо отвезти, потому что потом они всё... Вот Андрюха встанет в позу и всё, больше ничего не произойдёт. Так понимаешь, я же не знаю, нужно ли... Рита не пойдёт. Андрей, извини, пожалуйста, что я не захотела идти спать за то, что проматерилась. Но я не хотела ничем обидеть твою маму, честно. Я не хотела. Ты хотя бы всё помнишь или тебе всё рассказали? Ну, удар по лицу я помню, мотивилась. Удар по губам, ну, ты знаешь, за такие слова... Не по губам, а по лицу. Рит, ты считаешь, что я такие слова должен терпеть? Я никогда, никогда, никаким образом не оскорблю твоих родителей. Я не собиралась оскорблять твоих родителей. Ты понимаешь, что это выражение такое есть? Это я же не говорю тебе лично, Господи, ну чё ты... Ты специально просто прикопался, чтобы меня ударить. Милая моя, я не прикопался. Послушай меня, пожалуйста. Ты уходишь, да, и говоришь, что я приду через пять минут. Уносишь ровы. Я тебя жду два с половиной часа. Рит, я уже разделся, Лёв в кровать, я ждал тебя. Рит, я заволновался, я пошёл за тобой. Я прихожу, и что я вижу? Оля, Гена, ты. Это уже было конкретной точкой. Но столько, сколько грязи, ты вчера на меня матом вылила, я вообще не ожидал. Я не прав в одном. Только в одном, Рит, во всей этой ситуации. Это то, что я не стерпел и дал тебе по губам. Я в вине, если по большому счёту взять. Они, смотри, вчера мне Ритка приходит, я когда отдыхал, Ритка приходит и говорит, Гена, меня уже не тянет к Андрею. Ни физиологически, ни физически, вообще никак не тянет. Я говорю, а в чём проблема? Она говорит, я не знаю, я подостыл к нему. Я говорю, так подожди, иди поговори с ним на этом. Вот ты, его девушка, он твой молодой человек. Вы выясняйте это ваше отношение лицом к лесу. То есть так решается проблема. Не надо уходить, ты в один угол, она в другой угол. Я говорю, вы ничего не решите с ним сам. Приходит потом Андрюша, я с ним поговорил на эту тему вчера. Я ему объяснил, он говорит, Гена, я к тебе не имею никаких претензий, ничего. Я говорю, да, так почему ты целыми днями ходишь с грустным лицом таким, когда я подхожу, вообще теряется у тебя, сразу теряется выражение лица, мимика меняется. И ты проходишь мимо меня, и даже, знаешь, вообще я с ним раньше разговаривал, шутили там. То есть я вижу, что человек на меня по-другому сейчас смотрит. А мне не надо, что мне портить отношения, тем более, что Ритки, которые, ну, нет у меня с ней ничего, просто дружим с ней. То же самое со мной было, что я когда пыталась, что-то как-то, мне все время обвиняли, что я там им мешаю, я только я отошла, да, только я перестала интересоваться их отношениями, их парой, это, посмотри, что у них получилось. И тогда вот, следовательно, к чему вообще тогда это все было? Мне кажется, Риточка просто поигралась с парнем старшей сестрой, и теперь ей уже надоело, и все. Ты мне объясни, а если бы не было меня, да, ты бы с Геной хотела встречаться? С Геной не хотела встречаться. Ты сейчас не смеешься. Мне смешно. Хорошо. Я задал вопрос. Понравился, он бабник. У него там столько девок, господи, то, что в эту рутину не хочется даже влезать. Только из-за того, что он бабник. А так, как человек, он тебя притягивает больше, чем я. Чего бред говоришь? Она мне тоже вчера говорит, ты мне нравишься, ты все. Ты ей можешь объяснить просто так? Ты, Гена Лютов, дружить, все, но ничего большего. Я же ей так говорю, я ей говорю, мне нравится другой человек, во-первых, для начала. С тобой я тебя поддерживаю, потому что я не могу, знаешь, когда я вижу девочке плохо, как не поддержать девочку, знаешь? Ну, конечно, мы поддерживаем друг друга, простая. А Рита немножечко, наверное, переходит к границе. Хочешь сказать, она хочет переступить эту границу дружбы со мной? Ну, мне кажется, да, что ты ей нравишься. Да пусть они будут с Андрюшей, я хочу, чтобы они были вместе, пойми. Я думаю, ей надо объяснить просто это, знаешь. Я поговорю с ней. Объясните, и я все же сделаю в своих силах, чтобы они ее тоже... Я тоже мешать не буду, я поговорю с Ритой насчет тебя и скажу ей, ну, Генка, ну не будет она у вас. Рит, почему у меня такое ощущение, что я тебе нахрен не нужен? За вчерашнюю ситуацию у тебя такое ощущение? Почему у меня такое ощущение, что я вот что-то стараюсь, делаю и стучусь в закрытую стенку, и что? Ты просто вот, ты тусишь и все. Тебе по кайфу, что за тобой ухаживают и все. Понимаешь, самое для меня главное, это, да, вот бороться за тебя, быть настойчивым, не отказываться, претерпевать трудности, прощать тебе многое. Но самое главное, мне не перейти ту грань, когда я начну унижаться. Я не хочу, чтобы люди и ты потесывали, что, чувак, да ты унижаешься перед ней. Ты нафиг не нужен. Я могу сказать точно, я могу сказать при всех, Рита, ты мне нужна. Очень нужна. Мне очень с тобой хорошо, несмотря ни на что. Какова твоя позиция? Я хочу, наверное, выселиться. Потому что не получается. Выселиться? Это расстаться ты хочешь со мной, что ли? Андрей, из домика выселиться. А чего? Я не понимаю, вот все есть, комфорт, понимаешь? Нам хорошо, ты так же тусишь там, но только вчера, вот только из-за этого, вот только из-за этого тебе не захотелось идти. И сейчас ты уже хочешь выселиться, не получается. Что не получается? Да мы офигенно жили последние два дня. Потому что то, что у трезвого в голове, то у пьяного на языке. Да все. Я это прекрасно понимаю, знаешь, что я не хотела идти, это что-то значит. У нас есть еще одна тема. Закончим мы Ритой и Андреем. Ребят, мы выселяемся или нет? Пока нет. Ты все-таки приняла решение? Пока я не уверена. Да ты никогда не уверена. Я ни разу от тебя не слышала точного ответа. Да или нет? Ты всегда сомневаешься. Почему? Ты его не любишь, ты не хочешь с ним быть. Мы с Андреем просто договорились, что завтра я подойду и скажу свое решение. Чего ты сейчас не можешь его сказать? Что изменится завтрашним днем? Что за один вечер изменится? Объясни. То, что я пообщаюсь. Ну что, с мамой посоветоваешь? Нет, не с мамой. Я вообще посоветуюсь, например, с сестрой и сама подумаю, потому что я не знаю. А сестра тебе главный помощник в том, что касается Андрея. Ну как бы никак все равно. Лучше советчика не найти. Нет, как бы никак. Все равно мы с сестрой, и она правильное решение мне подскажет, надеюсь. А ты сама пыталась в жизни хоть раз сама принять решение? Нет, просто сегодня, вот днем, когда я пришла к нам в комнату, я хотела выселиться. Я думаю, что когда в женской спальне станет скучно, она обязательно останется с Андреем жить. Рит, а тебе действительно интереснее в женской спальне? Ну, мне просто вчера не хотелось уходить, и вот и все. Ну что, в женской спальне иногда девушек манит гораздо больше, чем отношения с молодыми людьми. Увидимся с вами сразу после рекламы. Это был телепроект Дом-2 «Построй свою любовь». Пара Андрея и Риты тоже на грани разрыва. Но пока ребята не приняли окончательного решения, а Рита даже взяла тайм-аут, чтобы подумать об их отношениях. Она запуталась, Андрей, значит, ей надо время. Ты правильно сказала, что мы поедем, она подумает и примет какое-то решение. Просто без рукоприкладства. Поверь, я вчера ей сказала, что она некрасиво себя повела. Просто я ее не поддерживаю в ее вот этих словах, вот этих вот посыланий. Это ты не мальчик, в конце концов, какой-то. Ты мужчина, и так вести себя с мужчиной нельзя. Я согласна абсолютно. Но ты тоже пойми, когда ты поднимаешь на нее руку, это некрасиво. Вот вы так говорите эту фразу, поднимаешь на нее руку. Андрей, ну все равно. Ну вот, обычно пощущим, вот нельзя так такие слова говорить. Ты сильно, ты со злостью, Андрей. Ну, тут у тебя была злость в глазах. Злость? Злость у меня всегда в глазах. Я не скрываю, что я такой человек. Я понимаю тебя, что ты некрасивый, но ты мог как-нибудь по-другому. Она вообще стала бояться тебя после того, как ты долбанул по шкафу. Она сказала, что я после этого боюсь. Ты не сомневаешься в том, что я к ней чувствую? Я тебе скажу так, Андрей, честно, как я вам всегда говорила, что я не вижу вас в будущем как пару. Потому что для серьезных отношений, ну, не знаю, мне кажется, самое я видела, что вот у нее в начале были какие-то прям симпатии, эмоции. Потом, когда она начала это шеверяние, вот я говорю, ей надо вот так держать. О, ты меня опять сейчас ударишь? Я сказала, твою мать. Рита, я, конечно, понимаю, что у меня нет розовой куртки, но у тебя есть розовые тапочки. Я хотел, чтобы у меня были розовые варежки. Серьезно. Ты закалываешься. Мелость и приятно. Спасибо, ну, варежки. Ну, почему? Ты все время просто забываешь перчатки и варежки, и теперь я точно знаю, что это смешно. Ну, по крайней мере, я тебе сейчас скажу, а где мои розовые варежки? Блин. Чего? Малые? Нет, как раз. Ну, клево же. Дэб. Ну, короче, спасибо не скажешь, нет? Спасибо. Ой, мать. Ты меня сейчас опять ударишь. И опять... Лид, плохая шутка, прекрати. Это не плохая шутка, это не шутка, блин. Плохая шутка, прекрати. Потому что в прошлый раз я то же самое сказала. Чего, хочешь поругаться сейчас или еще? На прощанница? Угу. У тебя есть потрясающая черта. Это делает меня виноватым во всех ситуациях. Холодец мне завтра не забудут привезти. Чего тебе привезти? Холодец. Холодцом. Андрей, я тебе просто говорю, что мне не нравится, и я хочу, чтобы ты помаднее что-нибудь одел. Не вопрос. Это стиль мне за 50. Хорошо. Я с тобой, допустим, согласен. Только я хотел, чтобы мне конкретно показал какую-то вещь, допустим, там, на Толике, или на Гене, там, или на Саше, которая, допустим, мне бы подошла, на которой мне нужно ориентироваться. Я, например, балдею вот от этой серой футболки. Она у меня самая любимая. Серёжная. Серёжная. А, да, давай, какой цвет мне нужен? Разница что-нибудь поярче хотя бы. Поярче? Ну, поприкольнее, помоднее, помолодёжнее. Ну, что ты одеваешься. Тебе же не 40 и не 50, тебе 25. Ещё вся жизнь в кредит. Я дуреваю. Чего? Повторяю, опять же, допустим, одеждой Сэма Селезнёва занимается Анастасия Дашко, и я не против-то. Но дело в том, что все вещи, в принципе, какие я ношу, мне, были куплены вместе с девушками. Мне девушки эти вещи советовали покупать. Я люблю ходить по магазинам, покупать вещи, которые мне советуют делать. У вас разное понятие о моде. Так я иду на встречу, Люка, я говорю, милая моя, давай поедем и выберем. Он хочет, видишь, измениться, он хочет, всё для тебя делает. Просто ты начинаешь со мной спорить, то что вот это модно, а вот это не модно. Ты такая королева, я с тобой поспорить не могу. Нет, эти просто... Спорие рождается истина. Теория, ты просто обожаешь спорить, я так понял. Да. Сказала, смотри, сказала, что ты не модно, я ей сразу говорю, ну давай, одень у меня. Нет, она начала спорить со мной. Ой, Рита. Не любишь, не жалеешь. За что тебе любить и жалеть? За что? Да. Это после всего того, что я тебе сделал. Ты ещё спрашиваешь, за что? За что? Рита, иди переночуй у сестры сегодня. Завтра мы оба выезжаем. Меня не волнует, понимаешь? Кто-то такая, чтобы не говорить, меня не волнует. Меня не волнует. Кто-то такая. Здесь мои вещи лежат. Здесь и мои вещи. Не буду здесь лежать сейчас твои вещи. Ты прекрасно знаешь, что мои вещи будут находиться здесь. Давай, зацепай. Что-то... Твою вещь лови, потом не завтра не найдёшь. Понимаешь? Ты можешь вот это забирать. Делай того, о чём потом пожалеешь. Я поверю, не пожалею. Пожалеешь я. Пошёл. Ты знаешь, что ты не права? Я не права. Пошёл. Псих. Даже не тронул, дурочка. Кто псих-то? Да ты меня бить начала. Да оскорбляй дальше. Ты себя оскорбляешь этими словами. Ещё. Не ожидала. Арагматик. Ещё. Ещё. Понимаешь, много ума не надо, чтобы придумывать эти обзывания. Ты даже аргументировать не можешь. За что ты меня так обзываешь? Начала выкидывать мои вещи. Начала выкидывать мою подушку. Потому что ты поступаешь, как баба. Я поступаю, как баба. Иди из моей комнаты, я буду спать. Стоп. Я лёг в кровать спокойно, никого не трогал. Это что ты? Да что ты? Лёг спокойно, никого не трогал. Чё ты начала тут пешить? Чё ты устраиваешь концерт? Это такая же моя комната, как твоя. Спи, ложись, ложись, спи. Мне с тобой не хочется рядом лежать, понятно? Не хочешь спать, всё. После такого поведения я ещё должна рядом ложиться. Какого поведения? Какого поведения? Да ты, у тебя слов нет, у тебя словарного запаса не хватает, чтобы нормально объяснить твои претензии ко мне. Не хватает у тебя слов. Не можешь связать и двух слов воедино. Понимаешь? Фу. Всё? Идиот. Ещё как ты назовёшь? Ты даже не можешь мне объяснить. После того, как вчера я нашла твою переписку, а потом ты ещё начинаешь здесь просто сегодня. Боже, сука. Не ругаемся матом. Закрой рот. Ещё скажи что-нибудь. Да мне срать не делай. Рита, ты глупенькая, твоя мама будет смотреть это всё. Закрой рот, придурок. Когда ты такие слова называешь, кого ты унижаешь, себя или меня? Закрой рот, придурок. Дебил. Господи, глупая девочка. Что ж ты делаешь-то? Идиот вообще позорный. Я в шоке просто. Ты над собой в шоке. Я в шоке, ты понимаешь? Позорный выдавашник. Прослужить восемь лет ВДВ и после этого вести себя как чмо просто. Трогать девушку. Кого трогать-то? Я тебе как тронулся? Где я тебе больно сделал? Я тебя за дверь выставил. Ты посрать просто, понимаешь? Девушку передаю. Не девушку. Тебе посрать. Тебе лежит морду набить. Кому морду набить? Такой бессердесный. Ты мне глаза чуть вчера не выбила, господи. Сейчас лечебашнюю сняла. Потому что тебе так и надо, придурок. Еще что скажешь? Не хочешь, не разговаривай, все. Закрой рот, мразь. Господи, какие слова ты знаешь? Знаю. В Южную Бутову научилась? Бутова, сука, не трогай, понял? А ты не трогай ВДВ. Я не трогаю ВДВ, я тебя трогаю, понял, придурок? Дебил. Еще что скажешь? Может жить здесь сколько хочешь. Удавиться вы просторами. Я к тебе к тому, что там столько пошло, короче. Мрать, пардон. Да потому что ты запустил сам. Толик, сейчас ты опять начинаешь. Ты запустил сам. Я не ответил ни на одно ее оскорбление, молчал и короче, короче. Она, короче, взяла там маркеры и начала в меня кидать. А, медвежонка взяла моего, вот такая. Забирай его себе. Забирай его себе. Я уже, тебя уже везде. Положил медвежонка на место, говорю, господи, ну ладно. Вот, она начала собирать вещи. Пчела меня и... Вот такими словами, господи, не дам терпения. Господи. Она меня хотела выяснить эмоции. Она знала, какие слова говорить. Она там про ВДВ опять, что-то там... За живое, за дизу, пацан. Это всегда меня задевает. Не, я, вот я в таких ситуациях всегда на эмоции выхожу. У меня григи... Я тоже сдерживаю себя очень редко, не знаю, как бы когда... Я в таких моментах выхожу на эмоции сильно. Я тебе говорю, можно девушке прощать, да, много, да. Можно вот сводить что-то на нет, это как-то терпеть и так далее. Ну, когда это уже переходит... Ну, все, короче, значит, все уже. Когда это переходит в ранг унижения этого собственного достоинства, да, вот уже сейчас, то есть момент уже начинается. Я не, ну нафиг, я такие вещи терпеть не буду. Естественно, если девочка собирается одуматься, там, извиниться за все, что она вообще ровотворила, так у нее нет такого, понимаешь, она опять считает, что ее надо. Она говорит, что она перегорела, как будто тебе. Она говорит, ты на меня руку поднял. Да, да, она говорила. То, что я ее выставил за дверь, называется, ты на меня руку поднял. Ты собрала вчера все чемоданы? Да, у меня швуранул вчера. Непонятно, какая. Да, он сначала, я тебя обожаю, ну давай помиримся, потом ходит вот так вот. Я король, я любил. Давай назвать вещи своими именами, он ведется как-то. Я ему вчера это сказала. Я ему вчера все, все, которые слова только матершины, не матершины, да, я ему все сказала. Я могу сказать одно, я знаю, что я... Одиночка и вообще в целом, как участник проекта, я здесь могу продержаться. И ко мне придут девушки. Что же касается Риты, независимо даже, кто так не придет и так далее. Здесь у нее отношений. Не готова она к серьезным отношениям. Рита, это капризная маленькая девочка, которой нужен наставник типа папы или мамы, который будет для нее авторитетом, которого она будет слушать. Ты для нее не являешься этим авторитетом. Я для нее не являюсь этим авторитетом. Я вначале для нее являлся авторитетом, но вот я тебе говорю, после определенных моментов все, девочка оперилась. Ну ты скажи по-честному, но ведь не нужен он тебе. Уже нет. А почему у тебя так резко переплетелось? Потому что с таким поведением у меня человек вообще нахер не нужен. Он первый исполнять стал. Я думала, что все переменится, что может с этой депрессией или что-нибудь, а он все так начал погано вести, что мне вообще не хотелось с ним даже разговаривать. С бабами еще переписывал. Нет, я ни в коем случае не защищаю Риту. Я считаю, что она тоже неправильно себя вела. Но она же себя вела, наверное, не потому что... Она одна такая плохая, потому что в нем тоже есть какие-то минусы. Да в любом случае, если телка молодая, тем более уходит, понимаешь? Молодая, в первую очередь можно так мозги искать у него. Конечно. Вот он Ольги больше подходил, понимаешь, чем Ритя. Он каких-то на первых парах, на каких-то ухаживаниях, да. Да ей скучно с ним. Нечего делать. Ей с ним скучно. А вот Рита и Андрей так и не разобрались, кто из них кого предал. И тем не менее они расстались. Как ты считаешь вообще, кто сейчас виноват, Рита или Андрей? Кто виноват? Я говорю, никогда не бывает виноват. Вообще больше вина на помощь. Я думаю, что все-таки инициатором всего Рита. Просто она уже начала придираться конкретно. Я вижу, как человек все-таки... Ей действительно жаль его, потому что я вижу, как человек мучается и страдает. Я вижу по Андрею это. Да, у меня сильные чувства к ней, но как бы я просто... Я вот сейчас уже почувствовал, что я ей не нужен на самом деле. У меня вот такое ощущение, что просто ей без разницы. И мне просто стало... Она просто вот нашла повод, реально, понимаешь? Повод для того, чтобы выехать, поругаться и высказать то, что она мне еще рассказала, что мне неприятно с тобой спать, что ты мне противен. Другие слова, которые я не могу говорить. Просто из-за какой-то переписки. Я ей сказал, давай я не буду переписываться. Но она весь день строит у себя. Ты просто, знаешь, все, вот были проверки, розыгрыши, розыгрыши. Но то, что я тебе говорила, что Рита действительно не готова, наверное, к таким серьезным отношениям, что долгие отношения у вас не получится, потому что... Ну, насколько я знаю, вы не... Ну, просто вот Риту свою, чтобы вы не подходили друг к другу изначально. Я это знала, просто я это видела. Я знала, что отношения все-таки рано или поздно прекратятся. И посмотрела на Риту, что Рита, в принципе, не относится к тебе вот так, как вот может относиться, да, к молодой человеку. Я поняла, что, наверное, все-таки ты сочувствуется лучше тебе. Потому что я знала, что все-таки Рита будет инициатором расставания. А скажи, а ты была инициатором расставания? Ну, все началось это еще давно. То, что, как бы, такие отношения у нас были уже никакие, можно так сказать. И та тяга, которая раньше была, она постепенно начала проходить, в итоге прошла полностью. И когда он подошел ко мне вчера... У тебя лично или у него? У него, точно не знаю, у меня проходило. У меня, я про себя говорю. Ты ждала повода или что? Я не ждала повода. Я думала, что постепенно съезжу домой, развеюсь, буду скучать, приеду, будет все хорошо. Ну, а потом приехала и застукала то, что он в интернете с девушками переписывается, кадриться. Ну, для меня это все сказано уже. Ребят, ну что, поскольку мы обсуждали там настройки по поводу Риты и Андрея, был разговор, я предлагаю его продолжить. Начнем мы, наверное, с Оли. Ну, что я могу сказать? Ребята столкнулись с какой-то проблемой, которую не смогли решить, и видно, для них она настолько сложная, что проще расстаться, наверное, чем решить эту проблему. Мы, да, мы расстались. Рита вчера от меня ушла, хотя я считаю, что, в принципе, это была действительно... Это были те моменты, которые можно было бы перебороть. Для чего? Я считаю... Да по нам... Почему бы не попытаться? Я тоже так считаю, Андрей, что, в принципе, если тебе действительно девушка нужна, ты будешь бороться за нее. Но дело в том, что Рита хотела продолжать в этом же духе, я нет. Я не собираюсь продолжать в этом же духе, действительно. Делает на зло такие вещи, как, знаете, уходить и ложиться к Гене в кровати, потом приходить и заявлять, а хочешь, я скажу тебе, и ты даже не будешь улыбаться. Я говорю, что? А я только что у Гены в кровати лежала. Она мне это сделала, чтобы на зло, да, и на солиде и так далее. Андрей, ну 17 лет человек, ты знал, на что ты идешь. Я знал, на что я иду. Скажите, ты хочешь ее воспитывать, так воспитывай. Оля, раз она еще до этого не доросла, раз у нее детский ум, ей всего 18 лет, как ты еще защищаешь, зачем всем нужны вот эти унизительные проверки для него нужны были? А? Какие проверки? Которые вы устраивали проверочкой эти все. Оксаночка, эта тема уже давно закрыта. Она уже детский ум, ей же это еще не надо, сейчас так ее защищаешь яро. Мы не говорим, не говорим по своему сестру не защищать. Нет, а зачем эти проверки нужны были гнилые? Уже это все, прошло. Уже это все в коллективе, хотя она сама чуть ли не изменяет, и мы спим с мужиком в чужой постели. Давайте это заснимем и на весь свет покажем, какая сестра у тебя. Лишь бы шлюшечка какая-то, лишь бы кому-то в постель прыгнуть. Конечно, Оксан, это тебя лишь бы кто-нибудь взял. Нет, Шлюха, вот ты же не знаешь. На всяких, блин, на всех подряд. Нет, комната, она с другого в постель прыгает. Что ты не понимаешь этой ситуации? Конечно, куда они до тебя? Конечно, куда? Ты сидишь, ты свою монастырную жену. Вы не говорите, что как курица здесь сидите, растявкались. Надя Ермакова. Я просто считаю, да, Рита действительно маленький ребенок, ей 17 лет, да даже дело в принципе не в возрасте. Просто Андрей для нее не является тем авторитетом, который мог бы ее как-то усмирить, как-то воспитать, как-то направить. Поэтому просто, ну значит не хватило в тебе сил, не хватило мужества дойти до конца в этих отношениях, вот и все. Ты говорила, что ты сможешь ее воспитать, что ты сможешь ее держать, да, жестко, в жестком, в кулаке, а в итоге не получилось у тебя. Стоп, можно воспитывать того человека и учить того человека. Стоп, учить человека можно того, который хочет учиться. Воспитывать человека можно того, который хочет воспитываться. Она не научилась еще вообще уважать и ценить то, что ей дают Ну как ты думаешь, Андрей тебя любит? Он ведь пытается все время что-то сделать каждый раз Ну он, конечно, делает романтические свидания, цветы дарит Это все, конечно, хорошо было, прекрасно Но в остальных поступках я не видела А для чего тебе тогда Андрей? Уже не для чего А зачем тогда ты его так отбивала у сестры? Ну я не отбивала, во-первых А как бы получилось, когда мы встали вместе с ним Он так просто, такой практически идеальный был Так хорошо себя вел, отношение у него было прекрасное ко мне Потом все постепенно, такое ощущение, он чувствовал себя как король То, что я должна была как кухарка бегать, только готовить и рядом возле него сидеть Понимаешь, тут я и по себе, по своим отношениям посажу Мне независимо, сколько мне лет, сколько ему лет Когда человек нравится и когда хочется к нему тянуться, когда хочется быть вместе Понимаешь, она бы перевоспитывалась, она бы принимала это все Она бы это ценила, она бы вела себя по-другому Но не нужен он ей о чем говорить Не в ее возрасте дело Просто со стороны Андрея он делал все Вот как я это вижу, я считаю, что он вообще молодец в этом отношении Он ее действительно в нее влюбился Это не Оля была для него, не все отношения, не те, что у него были раньше Она действительно очень сильно ему понравилась И он из кожи вон выворачивался, чтобы что-то сделать для их отношений Ну не нужен он ей, ну что тянуть из пальца Толя? Я считаю, что Рите нужен парень, как сказать, плохой Тогда она будет его любить Хороший, пока нет, такой молодой, шальной, глупый, такой Босяк Босяк, босяк Она будет у него кайфовать и любить А такие хорошие отношения, как Андрей, такие ей не нужны Ну и ты правда не хочешь больше с ним общаться? Правда, я вообще не хочу И вы решили вот так расстаться Вашей пары больше не существует Не существует Тебе не жалко, что так все закончено? Мне жалко, я, конечно, переживаю Но, по крайней мере, на данный момент я не жалею Как ты думаешь, Андрей будет тебя добиваться? Ну, он вчера, позавчера и оставшиеся дни говорил То, что будет бороться за меня все равно Ну, сейчас я не вижу ничего такого Думаю, что нет Думаю, что все так и сойдет на нет Думаю, да У меня есть очень ценный совет для Андрея Я хотел бы ему сказать, так как он выехал из комнаты И вступил в число одиночек Чтобы он поближе присмотрелся к нашим одиночкам Раде и Василине, вот новеньким девочкам Вы реальный вариант, Андрей Это для тебя само то Это вот подходящие девушки именно для тебя А с Андрюхой, что? Ничего Все? Остались Остались? Ну, что, он в третий раз уже на меня руку поднимает Руку поднимает? Ну То есть не ты первая начала Ну, он, это, вчера вот Он первый, короче, меня схватил Вот, я ему закатила стереку Говорит, тебе лишь бы поссориться Это бред вообще Типа, выдал из мухи слона Думаю, что Андрей и Рита смотрят совершенно в разные стороны Ребят, вчера, насколько я понимаю, вы разошлись Это окончательное решение, Андрей? Да Это было твое решение? Это было твое решение? Ну, я этого хотела, Андрей, я поняла А почему, Ребят, объясни, пожалуйста Почему ты этого хотела? По разным причинам Ну, вчера было окончательно Основная причина Он начал выгонять меня из комнаты Швырять меня из комнаты в коридор То есть ты считаешь, что то, что человек тебя начал выгонять из комнаты Это достаточно веская причина для того, чтобы разорвать отношения, которые длятся уже больше месяца Вы видели, как он ее выгонял Я была вчера свидетелем этому Мы, вообще-то, были недалеко Вот, и было, на самом деле, очень как-то смешно, если честно Потому что до такой степени Рита вела себя по-мужски Как, я не знаю, она так хаяла Андрея Это было так жестко Это было просто вообще А что, она искала повод, как ты считаешь, Надь? Она не искала повод Она просто, как говорится, тупо на него наезжала Из-за чего они расстались, как ты думаешь, с того, что сестра... Я знаю, из-за чего расстались Расстались, Рита нашла тайную переписку Андрея с поклонницами Вот я тоже слышала, что были некие СМС-сообщения в телефоне Андрея А, точнее, в интернете, да? На твоем ноутбуке, в твоем, да? На форум, он там зарегистрировался и с девушкой переписывался Я могу сказать, да? Можно я скажу? Можно я скажу? Во-первых, что касается по компьютеру Вы что думаете, что я настолько глупый мальчик, что вы переписываете с любовницами Вы на ее же ноутбуке? А у тебя свой ноутбук есть? У меня нет, на ее ноутбуке Я не скрывал Я при ней ночами переписывался А почему же ты не говорил ей об этом? Кому? Она знала, что я переписываюсь с людьми А что сидеть ночью в ноутбуке, переписываться с другими бабами? Между тем, чтобы проводить время со своей девушкой Несколько дней назад случилось следующее Если раньше Рита со мной до трех часов ночи проводила время, а потом уходила спать То сейчас она уходила в женскую спальню, где, видите, ей веселее И только в три часа она возвращалась А что мне делать все это время? С бабами переписываться С бабами переписываться, не только с бабами Далее, я хочу сказать, что Рита просто нашла предлог Она просто нашла предлог Андрюш, смотри Такая мелочь Не расстаются люди Из-за них сейчас как гобоза попустал Не расстаются люди из-за таких мазочей Выясни Дело в том, что сообщения эти остались И как девушка мне пишет Там ничего страшного Андрей, присядь Но повлияла сестра на нее? Как ты думаешь? Она наоборот осуждает Риту за ее действия Она говорит, что я некоторые действия Риты не понимаю Коля, это так, что я осуждаешь ее действия? Нет, я не то, что осуждаю Я по-любому свою сестру буду поддерживать Какое решение бы она не приняла Да, но я считаю, что некоторые действия, конечно, со стороны Риты Она сочувствует просто Андрею Да, я сочувствую Андрею Она сочувствует Андрею А у Риты я сегодня спрашивала перед лобным местом И Рита спросила Рита, тебе вообще-то Андрей нужен? На что Рита сказала Мне вообще просто Андрей не нужен Вот и все Я считаю, правильно Надя сказала За что боролся, на то и напоролся Хорошо Я считаю, что ситуация с двух сторон не очень верная И хочу услышать тоже ваше мнение Мне кажется, с одной стороны, Андрюш Переписываться с какими-то женщинами по ночам в интернете Даже если ты это не скрываешь Это как-то странно Учитывая, что у тебя замечательная своя есть девушка С которой можно проводить время С другой стороны Да она не хочет проводить это время вместе С другой стороны, Рит Вот если у тебя пропали чувства Не нужно бояться Скажи об этом Вот у меня абсолютно четкое внутреннее ощущение Что ты уже давно не хочешь быть с Андреем И именно поэтому это тебя гложет внутри Ты ищешь поводы, предлоги Цепляешься, придираешься Устраиваешь скандалы Делаешь все, чтобы с ним расстаться Но почему-то боишься сказать Послушай, чувства — это живая вещь Если у тебя прошли к нему чувства Скажи об этом прямо Зачем играть в то, что он не прав Он меня обидел Он вот то не так сделал, то не сяк Не надо делать все виноватого Человек начинает тебя бесить, раздражать Понимаешь, и ты все на него Ну не ври просто, Рит Скажи, ты его не любишь Не хочешь с ним быть Не надо, нас обманут Не, я не собираюсь обмануть Просто тяга, которая раньше была Начала проходить У тебя Начались вот такие раздражения По мелким поводам И это еще переписка просто добила То, что я вообще не хотела с ним разговаривать Скажи, Рит, Андрей хоть раз тебя упрекнул В том, что ты спишь в одной кровати с Геной С ним пакетничаешь Да, я не с палатой Прилеганная часть Хорошо, я сейчас не обсуждаю, с палатой или нет Ты с ним валялась в одной кровати, Рит Вот я когда-нибудь, Андрей, упрекал В том, что ты так тесно общаешься с Геной Постоянно Постоянно это упрекал Разве нет? Я не только тебя упрекал Я и с Геной по этому поводу Разговаривал Но есть замечательная поговорка Если девочка не захочет Мальчик не вскочит Это ненормально С твоей стороны Приходит такая Хочешь, если тебе настроение испорчивать Ты сейчас не будешь улыбаться Я говорю, давай А я только что с Геной в кровати лежал Хорошие отношения Нормально это бред, говоришь А как было? После того, как я нашла твою переписку Я пошла разговаривать с Солей Пошла не гладить денег Да? Ты сама сделала это на слое Я пошла разговаривать с Солей И как раз нет А теперь спросил Гены Почему и нет? Потому что мы с тобой поссорились Я не хочу тебя больше видеть И тогда ты уже не хотела Дорогая Рита Ты сначала кадришься с бабой Целый день в какой-то тёлке ходишь За переменой А потом еще говоришь мне Я тебя обожаю Вот сейчас послушайте Ребята, послушайте Что мне Рита предъявляет То, что я там с кем-то переписываюсь Понимаете? Я переписываюсь А ты ложись в кровать К другому человеку Ты ложись в кровать к другому человеку И самое главное Почему ты утаиваешь Что у тебя есть Когда ты мне сказал Что у тебя с Сыльёй с Австралии Всё кончено Почему ты утаиваешь То, что у тебя переписка И перезваниваешься с Сыльёй Я думаю, что у меня отношения с ним закончат Рита не значит Но при этом тебе делает Андрей, романтик Ты всё это кушаешь Принимаешь, улыбаешься И после этого идёшь И ложишься в постели к Геннаде Это как вообще? Там бутылка вина была А что, подожди Что в этом смешного, Рит? Что смешного? Нет, одежды садов Человек делает от души тебе Подарок, сюрприз, романтик Ты идёшь И после этого свидания Абсолютно вот встав Улыбнувшись Закрыв за собой дверь Идёшь, ложишься к Геннаде Ты правильно сказала У неё нет чувств больше к нему Она сказать просто не может Вот и всё А зачем тогда принимать ухаживание Андрея? Тише Я ему сказала Когда я действительно это почувствовала Убедилась в этом Тогда я ему сказала Когда ты мне сказала? Это когда? Вчера, Крик права Даже вчера я тебе всё уже сказала Хукс, Крик права Это ты мне вчера сказала Или что? Ты мне ничего не обещала Ты мне компасировала Ребят, Рита Вот я не понимаю А почему ты улыбаешься? Это смешно вот то, что мы сейчас обсуждаем Смешно то, что он вообще ничего не понимает Не, ну ты не знала сначала Что будет детский сад? Я не пойму Ты знала, сколько человеку лет И надо было тогда начинать Вы хотите сказать, что в 17 лет? Она только откилась Андрюша Подождите Андрей, у неё мальчики были по 15 лет А с таким Да что ты и делаешь Тот парень нормально Ухаживает за девушкой И искренне Кто ещё сомневается в моей искренности здесь? Я сомневаюсь в моей искренности Пожалуйста, Наташа, скажи Тишина Ребят, давайте начнём с того Что когда приезжала мама Этих двух замечательных сестёр Ирины Александровны Она сразу говорила Что Андрей Рита Молодая девочка У неё никогда не было отношений со взрослыми ребятами Это на неделю Она Ей пока, вот знаешь, это такой детский азарт Задор Не больше, не меньше Через неделю ты ей будешь не нужен Но если честно, Андрей Я могу тебе сказать лично от себя Я не верю в твою искренность В любом случае я уверена, что судя по этой эмоциональной реакции Это ещё только начало, а не конец отношений Чего у тебя твоя молодёжь говорит? Ну, говорят, что он симпатичный, прикольный Он так за тобой ухаживает Типа, вы хорошо смотритесь Ну, решай сама, если он тебя раздражает Бесится Не терпи это Я тоже Я терпела три дня Я не собираюсь больше терпеть Всё Ну, Оля у меня свой спрос спросил Говорит, ты не думаешь, что ты торопишься? Я говорю, нет Я говорю, если бы я торопилась Я бы три дня назад ещё бы посыла его Просто так Что ты там Ой, то есть он тоже виноват в чём-то Но ты больше, намного больше Да никто ни в чём не виноват Но нет тяги у человека к нему Ну, что она должна насиловать себя Собчак правильно сегодня сказала Что от этого всё и пошло Что эти все претензии Всё это уже высосано Мы и сами с тобой разговаривали Троём с Оксанкой Что Ну, всё, о чём говорить Русь Ну, во-первых, Русь Хорош поднимать её самооценку По поводу того, что Ребята, вы мне так оба дороги Ты же сам говоришь, что у неё тульский пряня в голове Ребята, раз Тем более не ставь меня на весы с ней Ну, ты круче Потому что ты парень однозначно Ты, конечно, поинтереснее был Ты мне всегда говоришь Извините, мы там Друзья, товарищи, да Что и так далее А с каких пор она тебе стала близка Андрюшка Ну Это, вот честно тебе скажу Давай Это не твоё, чтобы ты сейчас начинал с ней воевать Точно не твоё Так я не начинай с него Я сейчас к тебе просто Вот первое, что я тебе хотел сказать Зачем ты поднимаешь её самооценку? Для чего? Не поднимать, то есть Русь, кто она без меня? Скажи мне Ну Я тебя обожаю Андрюшка, ну для меня вы Вот честно я тебе скажу Для меня вы были вот Вы вот как объединились в пару Вот как два вот апельсинчика Там и офигенная пара была Ну и что? Я уверен Я не знаю, как она тебе Вот что ты знаешь, да? От неё Её точку зрения А я тебе сразу выдаю на гора свою точку зрения Вот что она тебе рассказала? Она мне говорит, что она в принципе Согласна с тем, что ты её бросил И всё такое Но я специально Я не спрашиваю её о том Что, собственно говоря, произошло Может там что-то вот Какие-то моменты, знаешь, могут всплывать интимные Мне бы не хотелось этого слышать даже Нет Просто я понимаю, что Как мне Мне тут Ольга даже рассказала Что она остыла к тебе Ну смотри Она остыла ко мне Абсолютно верно И она нашла просто мелкий повод Мелкий повод для Ссоры Ссоры и так далее Вот Я до сих пор тебя вижу одним глазом хуже Она ударила тебя? Несколько раз ударила Да ты что? Я этого не знал Она позавчера А Не этой А позапрошлой ночью Она мне Дала такого вот крюка на размашку И прям костяшка в глаз Смысл в чём? Что я тебе хочу сказать Что касается меня А мне в любом случае Если допустим Она от меня ушла И она меня бросила Ну все Все начинают меня сочувствовать Блин Ну Черкасов Ты так к ней был искренне Такой замечательный мальчик Ты так А она к тебе такая сука Если я её бросил Ну что Черкасов Опять то одна То другая О бабник Тут в принципе везде Это плюсы Я тебе скажу Ты знаешь Я к ней не безразличен До сих пор Я к ней до сих пор Не безразличен Русь Но есть такое правило Негласное Угу Его по-моему ты и Гена придумали Что девушки с которым встречался ты Да Они уходят С ними никто не встречается Есть такое? Не встречается Было так С Геной Когда они уже многие были из них Просто никакущие Смотри Какое мое правило Русь Мне очень будет неприятно Находиться рядом с этим человеком здесь А И не из-за того Что именно я хочу её выжить отсюда То есть ты помучиться не хочешь Как Водонаева В своё время годик с Потаповичем После расставания Не хочется этого Я не хочу мучиться И я тебе скажу так То есть вот Сегодня она там запрыгнула На шею Толику Да Она сейчас мне начинает всё делать назло Я Толику подошёл Говорю Толик Это всё из вредности к тебе Я говорю кто тебе важнее Толик Кого ты уважаешь Толик братан какие вопросы Я говорю всё А ты обратно же это кинула бумажечку Да Ты обратно просила Да На это моя подушка Язык Как вы показывали Сосай Давай Сосай Блин Давай Я забрала Толик это Всё понятно Я говорю Толик ты тот человек Который поднимает всё время Тему уважения Ты меня уважаешь Старичок Какие проблемы Я говорю Старичок Больше на руки не бери Что для меня сейчас важно Для меня важно Пускай она покажет себя Как самостоятельную единицу Если она покажет себя Как самостоятельную единицу Вперёд Но самостоятельную единицу Показывать за счёт того Чтобы меня злить С другими парнями Я этого не хочу Смотри Я тебе честно хочу сказать Что когда От меня девчонки здесь уходили Считая себя крутышками И в первый мой приход тоже Они сразу уходили Моментально Им давалась там неделя Ну Там чуть больше Вот у Каринки Было чуть больше Тоже она меня бросала На лоб Нам всё Мы не пара Не пара Всё окей Суперски All right Бэйби И всё очень быстро Заканчивалось У них очень быстро И ещё знаешь почему Потому что я был готов Общаться и с той И с третьей И с четвёртой Но как только я понимал Что она Блестит В кавычках Среди ребят Тем что она Унижает меня Причём всем Отсебятиной Которую она там несёт Ну Люба Ткаченко Например Я залезла в его пакет С парфюмерией Где у него шампуни У него там женская парфюмерия Женская Ну хорошо А у меня там был тон Для лица Скрывать прыщи Где он её взял Наверное украл А хорошо Знаешь я когда это услышал Я подумал Всё дорогая Заворота Только одним Полным игнором Тут смотри Ни я не могу тебе помочь Ни Сашка Гобозов Ни твоя тайная поклонница Марфушка не Гобозова Понимаешь Никто Только ты сам Как только ты полностью Её выключишь Полностью Ритка пойдёт домой Субтитры создавал DimaTorzok Потому что ты не можешь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да иים Хочешь Только туда Ритка Подписывайся Да ию Stand Подписывайся Бланица Он выключается Субтитры сделал DimaTorzok Тебя нужна. Я любила тебя! Я люблю тебя! Пожалуйста, пейте верно! Это мой ясно. Бейте мою би... По какой-то... Пойду верно. Я свою жизнь, Раджер. Поехали. Поехали с тобой, Раджер. Я хочу тебя. Мне нужно. Пойду пи. Пожалуйста, иди. Может, Надьку привезти просто туда? Сюда? Да. И сказать, давай дружить Надь. И все. И ложитесь спать вместе. Не-не-не-не. Слушаю. Мам, привет. А, Андреев, привет. Как дела? Ну, расскажи. Ну, как дела? Ну, где? Хочу. Ну, расстались мы с Ритой. Ну, я в интернете сегодня прочитала. Ну, Андрей, ты не расстраивайся, что ты делал? Да, все, что мог. Ну, вот я читала сегодня советы тебе, там правильный совет. Дай сейчас немножечко себе отдохнуть, рассмотреть и не бросайся на красоту. Ты посмотри внутреннее. Вот ты бросился на Ритку на красоту, а внутреннее ее содержание ты даже не успел рассмотреть. Угу. Твоя-то ошибка в чем? Что ты очень поспешил. Ну, Андреев, конечно, тебе там сейчас тяжело. Ты сейчас вернулся, уже ушли из VIP-номера, да? Да, я переехал. Ага. Да, я переехал, у меня все нормально теперь. Ну, будь вежлив по-прежнему, не надо, не иди на оскорбление. Да я не иду на оскорбление, мне просто обидно, что девушка так себя ведет. Столько было приятных, хороших моментов, она сама говорила. Ты столько для меня делаешь, а сейчас... Она зритель-то видит тоже. Зритель тоже. Все равно неприятно выслушивать. Не могу я выслушивать оскорбление в свой адрес. Мне за это башни хочется снимать людям. Я не могу уж и... Так неприятно это слышать. Ну, ладно. Конечно. Тут Саша Габозов тоже расстался с Ермаковой. Да ты что? Она ушла? Ну, не ушла, но он ее выгнал из комнаты, она теперь в другой комнате живет. У них уже сколько расставаний. Ну, мам, там такое жесткое. Это вот ты увидишь, она на всем лобном месте, на всю страну сказала, что Саша ее не удовлетворяет. Извини, какому мужчине это? Не дай боже вообще сказать это. Сашка теперь должен проявить свои мужские качества, не идти в первой книге. Да, он не пойдет. Не дай боже, чтобы он пошел. Потому что то, что она сказала, прямо на все. Ну, он меня не удовлетворяет физически. Ду-ду-ду-ду-ду. Ёма. Такая бессовесть. Мои вещи носите. Не понимаю. Хотя своих нет. Я просто хочу белые лафины. Носи свои. Ну, одень колготки. Чего ты все время тебе белые лафины надо одеть именно. Ну, я и так уже молчу, что ты белые сапоги свои, я уже забыла, что это мои. Я не раз уже прошу, наверное, да. Ты мне лосины постоянно белые просишь. Я тебе объяснила популярно, что белые лосины нельзя. Все, все. Есть вещи, на которых табу. Вот на них табу. Ты сейчас себя ведешь. Рит, неправильно ведешь себя. Кто мне тут указ? Скажи, пожалуйста. Ты что? Кто указ? Я тебе здесь указ. Понятно? Я с тобой сейчас вообще не разговариваю. Ты поняла меня? Не поняла я тебя. Я тебе сказала, Рит, рот свой закрыла, блин. Пожалуйста. Рита красивая девочка, но иногда из твоих уст вылетают такие вещи, знаешь, грязные, которые даже слушают противно. Не забывай, что тебе 17, блин, не думай, что люди смотрят и что-то думают, блин, про тебя. Тебе мало что про тебя пишут. Оля, ты вали, а? Что? У тебя забыла спросить. Забыла, Риточка, забыла. Угу. Надо было спросить. Может быть, и не надела столько глупостей. Конечно. Угу. Рита, доброе утро. Ни хрена доброго. Ну и остались у нас две красоточки. Это Рита и Надя. Чьи мужчины сегодня собираются покинуть наш телепроект? Выходите обе вперед, девушки. Коля, у вас одно горе на двоих. Материали по холодной чёрке. О, давайте. Слышишь, ты что, фигелочный? Слышишь, ты что, фигелочный? Упустил, не уберёг. Будет для меня урок. Видно, так уж суждено. Но знаю лишь одно. Я не забуду никогда Твою любовь и это чудо я пронесу через года. Я не забуду никогда Ууууууууууууууууууууууу. Таких пацанов поживите. Эй, 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 мальчики, мальчики. Это ладно. Мальчики, мальчики, стоп, 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 а вы куда? А вы куда? Пацаны, удачи! Саша, Андрей! Мы вас любим! Мы мужики, мы вершим! Мы так, Сэр! Ну, тут нечего сказать. Могу сказать лишь одно. Мы увидимся на лобном месте. Спасибо за предварительное голосование. Надя, а ты куда сейчас пошла? Я не пойду на лобный. Надя, повернись ко мне, с тобой разговаривает ведущая. Да, Ксюх. Куда ты собралась? Я тоже пойду собирать вещи. Во время выбора симпатий Саша Кобозов и Андрей Черкасов спели своим любимым девушкам прощальную песню и ушли из-за ворота. И если Рита отреагировала на ситуацию спокойно, то Надя в слезах убежала собирать вещи. Она собирается покинуть телепроект и отправиться вслед за любимым, несмотря на то, что он не позвал ее с собой. Надюшка, да не нужно мне ничего. Все. Надюшка, ты не нужна. Что я должна подождать? Нет, я понимаю. Хорошо, ты уйдешь, но подожди. Может быть, ты не разыграли, но подожди. Мне не надо таких разводов. Я извинилась. Причем, я честно извинилась. Я не знаю, что ему еще нужно. Хочешь, то идти пускай уходят. А ты зачем уходишь? А что я должна сделать на так-то проекте? Ну, если бы с ним все равно расстались, почему? А что вы мне здесь делаете? Отношения строить? Подожди, я не хочу здесь находиться. Погоди, Надя, тебе же никто не гонит сейчас сразу. Я не хочу здесь находиться. Подожди, Надя, подожди. Люди, поймите, мне проект не нужен. Мне нужно было, потому что он здесь был. Мне не нужно это. Я спокойно обойдусь без проекта. Так подожди, если он нужен был, зачем тогда все эти ссоры были нужны? Отстаньте от меня. Все. Наташа, она уже сама поняла все, что она совершила. Она, извини, сделала все, что от нее зависело. Давайте мы встретим ребят, которые вернулись и нам сейчас все сами объяснили. Надя, аж рот приоткрыла от удивления. Ксюш, на самом деле мы все выдвигали такую версию, что ребята просто это сделали, чтобы проучить Надю. Но ребята захотели быть любимыми. Кто-нибудь, кто-нибудь скучал? Возьму, пожалуйста. Мило цветы. Что это вы сейчас делаете-то собрали? Я хочу с тобой вообще сказать, Ксюш. Нет, на самом деле, Надя сегодня говорила, что не хочет меня терять, я тоже не хочу ее терять. Родная, я люблю тебя. Горько! 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 Я очень тебя люблю, прости меня, пожалуйста. Ну, Надя, не ерепенься уже, все. Ну, давайте прокомментируйте теперь всю вашу выходку, ребят. Что вы хотели этим показать и доказать? Ксюш, на самом деле, просто я хотел показать то, что, понимаешь, я мужчина, и постоянно слушать не нравится, собирай вещи и уходи, и как бы, ну, не нравится, вот собрал вещи и ушел. Просто, как бы, вот... Ты букетик-то отдай, что ты прямо... Надь, возьми. Не надо, не хочу я цветов. Можно я Ксюш скажу? Просто несколько... Уже неделю у него. Несколько, да, вот... Ген, без тебя разберутся. Да, как бы показали то, что, ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь, может, я не прав, но я чувствовал к себе реально неуважение. То, что, вот, понимаешь, что эти постоянные высказывания, постоянно вот какие-то претензии, и взамен только вот чего-то еще больше и больше, как бы, требований, и люди не хотят, правда, меняться. Девочки, я не знаю, чего, вот... Девочки всегда говорят, да я, да я, да нам, да нам, да что вам еще больше надо от нас? Что нам сделать? Вот я не понимаю. Вот вы нам просто расскажите, объясни мне, пожалуйста, любимая, что тебе еще от меня нужно? Чем я тебе не угождаю? Что я тебе делаю не так? Ты знаешь, Саша. Я не знаю, нет, скажи, пожалуйста, открою эту тайну. Я не хочу тебя поднимать на лоб. Ну, ты не крутит. Может быть, я не крутит. Надя, ты хотела что-то сказать? Что ты вот можешь ответить, Саша? Он же в лесах был дома. Ведь Саша, не сговариваясь со мной, сказал тебе ровно то же самое, что нельзя так часто шантажировать человека. Но согласись, Ксюх, один человек не виноват в отношениях. Если я так говорила, это тоже было несказанно в эмоции. Ну, вот сейчас есть возможность помириться и все забыть. Ксюх, есть проблемы в отношениях. Перестать быть упрям. У меня есть, как бы, хотел еще вот что сказать. Ксюх, мы сегодня ушли с Андреем. Я вернулся, вернулся для того, чтобы простить Надю. Как бы Надя попросила у меня прощения, я принял. Я готов, как бы, простить. Я готов извиниться, потому что я люблю этого человека. И только с ней рядом я чувствую себя счастливым. Несмотря, там, неважно, там, ссоры. Но ведь это все был розыгрыш, Саш. Это был розыгрыш. Это даже, там, как сказать, розыгрыш. Это просто, знаешь, когда все равно, вот, ну, мужчина-то, он тоже не робот, не железный. Какая-то некая обида присутствует. И вот если девушка, там, не знаю, там, пуфиком в голову кидает. Надечка, ну, ты ведь плакала сегодня. Ты не хотела, чтобы он уходил. Сейчас он вернулся. Почему-то опять недовольна. Ну, потому что, Ксюх, я не надо играть на моих чувствах. Я не играю на чувствах этого человека. Подожди, нет, Надь, ты все время играешь на чувствах Саши. И мне кажется, Саша этим поступком хотел как раз показать, как неприятно играть на чувствах другого. Вы согласны со мной? Да, да. Абсолютно. Он тебе просто показал урок того, как ты с ней все время поступаешь. То, что он сделал, это аналог твоей фразы. Собирай манатки и уходи. Ксюх, я такая, какая есть. Я не меняюсь. Я не могу поменяться в 23 года. Я уже сформированный человек. Пускай меня человек либо принимает, либо не надо. Ну, знаешь что, Надь, если ты любишь человека, тебе надо меняться. Вот это единственное, что я тебе могу сказать. Ты будешь прощать Сашу? Внимание, ребят, важный вопрос. Ты будешь прощать Сашу? Я не злюсь на него. У меня нет к нему претензий. Саши, к чему прощать? Он лучше. То есть слез, криков больше не будет, Надь. Любите друг друга. Ну, давайте уже хватит ссориться. Я так люблю. Тем более, что, допустим, у Андрея, я считаю, ситуация гораздо более критичная. Потому что вот пока тебя не было, Андрюш, нельзя сказать, что Риту особо расстроилась. Я знаю. Сказать, что она тебя прям ждала и сейчас обрадовалась твоему приходу, нельзя. Ситуация была, знаете, будете проходить мимо, проходите. Ну. Не, мне просто очень интересно, Андрей, вот с Сашей, с Надей, все понятно, а зачем ты это сделал? Сейчас я скажу, зачем я это сделал. За компанию? За компанию. Я так привез туда. Значит, друзья, дело в том, что сегодня я проснулся, и ребята, вот мне надо собрать первое, что мне пришло в голову, что я сказал. Ребята, ведь месяц назад я поцеловал Риту. У нас сегодня месяц... Первому поцелу. Нет, месяц отношений, месяц назад мы начали встречаться. И я не жалею о том, что у нас было. Мне просто жаль, что это было безответно. И, уйдя за эти ворота, я ушел человеком, у которого здесь были безответные чувства. Сюда я вернулся теперь. Я буду ждать, чтобы я встретил, наконец, ту девушку, у которой у меня будут взаимные чувства. А с Ритой я считаю, что мы должны остаться просто хорошими приятелями, поскольку у этой девушки ко мне нет никаких чувств. То есть этим жестом ты попрощался с Ритой, и цветы эти просто в знак прощают. Я люблю дарить ей цветы. Я всегда считаю, что у моей девушки... Подожди, ты не уходи от ответа. Ты прощаешься с Ритой, или ты надеешься на новый виток ваших отношений? Надежда умирает последней. Я, понимаете, я не скрываю то, что у меня к Рите чувства. Но выбирая между чувствами и чувством собственного достоинства, я могу сказать, что последний день Рита меня просто унижала и оскорбляла. Я выберу всегда, знаете как, вот жизнь отечеству, сердце даме, а честь никому. Я лучше выберу третий вариант. Сердце мое с Ритой, но отношений я такого не хочу. Спасибо. Миша, что ты хотел сказать? А, да я хотел сказать, что Андрей сегодня просто громкие слова за чашкой чая произносил, потому что он любит Риту. Если это любовь, то в принципе не может быть никакой речи о прощании. Он должен добиваться ее. Добиваться человека, который будет тебя позорить. Так это и есть чувства. Она не любит его чувства. Да, ей 17 лет. Она целыми днями мне ходит и говорит, мне надо, чтобы меня взяли конкретно в оборот. В оборот. А Андрюша, когда ее видит, он так. А он это напускает руки. Опускает руки, говорит, что любит, что Надежда умирает последней. Но я буду ждать треку. Андрюш, ну вот ты прислушаешься к советам своих друзей. Может быть действительно? Какие друзья? Вот эти? Нет, подожди. Андрюш, может быть, Рита обалденная девочка. Она самая лучшая на свете. Но я еще раз говорю, она не готова к серьезным отношениям. Андрей, подожди, Андрюш, может быть пожестче нужно с ней? Действительно. Да если, я может быть, она не хочет. Да, Андрей. А откуда ты знаешь, что она хочет? Ты попробуй пожестче. Послушай, я сегодня ночью с этой девушкой разговариваю. Говорю, ты чувствуешь свою вину передо мной? Ты чувствуешь, что должна извинить за свое оскорбление? Нет. Ой, нормально ты рассказываешь. Но это не тот, я согласна. Ты чувствуешь вину, ты не хочешь извиниться. Это не то, как говорят сильные мужики. Подожди, я не так говорю, Андрей. А будет страшно, это не твои друзья, но я ее сестра. Могу тебе сказать так, если ты действительно ее любишь, то добивайся, Андрей. Я пришел сюда, мне говорят, Рита, ты не очень-то и волновалась. Ну, ребят, кого добиваться, если человек не волнуется, если по барабану? Ну, я надеюсь, что любой все-таки победит, девчонки. Ну, а вам всем совет. Пожалуйста, берегите мужиков. Холода наступает, сбегут ведь последние в лес, а? Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Скажете, я не переживала? Нет, ты переживала, это было видно, но... Я расстроилась, ну, на самом деле, ну, почему? Вот что мне делать, я не могу этому сказать человеку, потому что я хочу быть с ним. Я очень хочу быть с ним и прощаю за все, и извиняюсь за все, что я там всякое говно сделала. Ну, не могу я пока ничего это сказать. Ну, а потом будет поздно. Не знаю, поздно не поздно, но, по крайней мере, я не хочу, что сейчас, ну, ладно, помирюсь, а потом опять то же самое было, то, что опять бесить, опять раздражать, все, иди отсюда. Ну, а почему будет вот опять? Опять не будет? Потому что я чувствую, я точно знаю, что так будет. А цветочки-то ей понравились. Она любится. Не, и этот, а-а-а... Это ее был, она мне просто выкинула. А что ты уходишь? Давай, как Надя, тоже построи себя. Нельзя играть на чувствах. Я не игру в чувствах. Иди сюда. Что? Ну, поговори. Лита, я хочу, чтобы ты медвежонку забрала обратно. Я забыла ее после нее забрать. Я увидела то, что ты оставила, и хотела забрать. Не успела. Возьмем? Он же не виноват. Давай сюда. Руку. Чего? Руку. Чего, поешься, что я тебе ударю? С бабочкой. Спасибо. Мне теперь две бабочки. Я знаю, я специально, кстати, просил бабочку. Давай, обнимайся. Я вернулся, что ты. Мы же приятели. А, ну да. Ну. Я давно не дарил тебе цветы. Давно не брился. Ну, извините. Самодовольный. Нет, Рит, ты перестань путать эту улыбку. Самодовольный. Я расслаблю. Самодовольный. Ирина Александровна. Да, привет. Здравствуйте, это Андрей Черкасов. Андрюш. Да. Ты что, учел, что ли? Ушел и вернулся. Ну, слава богу, ты прям меня нафугал. Я тебе хотела сказать, приезжайте с Сашкой Гобозовым ко мне, посидим чаю и попьем. Нет, я... Я серьезно. Разве вы мне сказали, что мы вернулись? Нет, нет. Слушай, Ольга плакала сегодня с телефона звонила. Ну, она-то плакала, наверное, и за Надю, потому что тут Надя тяжело. Ну, не за Надю она плакала. Там Толя ее сильно видит. А, с Толиком мы разговаривали, с Сашкой разговаривали, там, да, и на лобном месте об этом... Ну, вообще, он что такой урод? Ну, он себя очень плохо ведет, да, но... Ему сделали последнее... Мне даже такой мрачью быть вообще просто, это вообще жутко. Ну, ему сделали последнее внушение на лобном месте, вот. А потом... Андрюха ему передает меня горячий-горячий привет, и я не посмотрю на то, что он боксер. Так, и что вы с ним сделаете? Я что сделаю? Я просто выясню, когда он выйдет за периметр, вот и все. Ну, Ирина Александровна, ну, господи, да-то своими силами разберемся, все, и все будет в порядке. Андрюшка, я не переношу просто, когда мне девчонки плачут, веришь, просто не могу. Да не поминайте, пожалуйста, при нас такие словосочетания, как Толик и... А мне Толик очень нравится. Тебе все нравятся? Стой с ним отношения. Я как не слышу, тебе Толик нравится, Андрей нравится. Кто тебе еще нравится там? Паша нравится? Мне всем нравится. Толика... Так. Проблема с интеллектом. Точнее, с отсутствием его. Ну, при этом, он очень хороший человек. Очень, да. Если бы ты сегодня видела, как он орал, и что он, какие он вещи говорил, я думаю, что ты... Как он хоркнул в лицо, чуть не выломал дверь, очень хороший, да. Девчонки, это было неправда. Так в гости просил. Мы его обидели, он просто не мог ничего ответить, потому что... Что ему обидел? Вась, ты тоже был, пусти не говори. Ты не видел, не надо такие вещи говорить. Ну да, хорошо, я не видела. Ты не права, Вась. Ну, можно. Это он так все выкрутил. Я пришел, забрал Люду, потому что он за бок выволок практически там. Ну, я не верю, но он никого здесь не трогал вообще пальцами, что он выволкал. Он сказал, что он просто взял ее зарубь. Нет, у нее пальцем трогать не... Поэтому у нее синяков, да, много? Здесь есть камера, и это очень легко проверяется. Да, Вась, а ты сама не видела? А сказать надо все, что было. Хорошо, хорошо, ладно, я не видела, поэтому я молчу. Нет, ты с Толиком не видела, как мы поругались до этого? Как он лицом, снегом лицом, не ты видела? Ну да, здесь он был неправ, я знаю. Ну? А там было еще хуже, Вась. Что, Толя, в хорошей строчным отношениях? Он уже построил. Я вижу, что она тут здесь, она там. Нет, я, конечно, тоже считаю, что Толя певноват, но... Насчет того, что Люда сама с самого начала начала позволяет эти шутки... Нет, я знаю, Оля, Оля, подожди, я знаю, что сегодня он не прав был и сам начал, просто он уже понял то, что Люду трогать можно, потому что она всегда себе позволяла драться, вот как у меня раньше была, постоянно дралась со всеми. Так ты сейчас берешься и видела. Со всеми. Да. Андрюшка, мне очень жаль, что у вас с Риткой не получилось. Ну... Как-то вот такие сюрпризы я представляла вообще. Я старался, вот сегодня мы на лобном месте, когда вот эта вот песня эта звучала, необыкновенная. Это называется не на лоб, это на языке, когда цветы и необыкновенные, да. Вот, ну вот сегодня мы тоже вошли с цветами Саше, я отдал цветы Рите, поцеловал щечку, вот, и... Ну, вчера мы, Курбана со мной не разговаривала уже, у нас был игнор, вот, но вчера ночью Надя Ермаков взялась за руку, привела ко мне, и мы решили остаться. с приятелями, вот. Да, как же, Аль? Ну... Ну... Ну, Ирина Александровна, тут не ко мне вопросы, поверьте, мне Риту очень нравится, я очень бы хотел был бы с ней, но... Но у Риты, по-моему... А тебе нужно, как мне приехать. Потому что я тебе расскажу, как сделать так, чтобы она опять стала с тобой. Какие методы, я ее очень хорошо знаю. Ну, не знаю, какие методы. Мой метод был один, это искренность, я был искренним. Мне сейчас все в упрек ставят, Андрей, ты залез к ней под каблуком. Ну... Не знаю. Ну, искренность как бы нужна, конечно, это чувствуется, ей было все приятно и замечательно, пока она, знаешь, не присытилась. Ну, это же я Андрей не принимаю, я хочу рассказать, а что ты букет подаришь, где логика-то? На прощание. На прощание. На прощание, он за Сашей, знаешь, как хвост за собакой. Андрей на другой, наверное, ответ, скорее всего, рассчитывал. Мне кажется. А это уже по ходу была импровизация. Ну, мне так кажется. Мне тоже кажется. Симпровизировал, чувак. Я надеюсь, она образумится и все станет на круги свое. Андрей, короче, совет, чисто материнский, такой легенький. Ты сейчас старайся тоже слегка игнорировать. Понимаешь, маленькие-маленькие уколы ревности, но не слишком. Мне так посоветовали, да. Да, и все. И, то есть, как бы, так вот, благородно, уважительно. Да, Рита, хорошо, Рита. Все. Какие-то проблемы, Рит, не ко мне. И все. То есть, как бы, вот так вот. Подержи так ее на рта и не посмотри, что будет. Понял. Андрюшка. Как ушко. Соломенное брюшко. Самое главное. Соломан. Ты че? Еще один, блин. Еще одна быдла. Я просто представил, что... Я просто представил, что Люда... Ха-ха-ха. 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 Три, ну че, поедете на свидание? Да. Я думал уже об этом. Не заигрывай за мной. А то я буду думать, что это очередной план Ермакова. Побей потом. Скажи. Ах. Нет, я бить не буду. Нет, я шучу, конечно. Бить не надо. А то я уже испугалась, когда ты сказала, хорошо. Не пойду. Не надо меня трогать. Не надо меня трогать. Ах. Не, ну ты нормально к этой тебе относишься? Нет, я твой мужик. Ну да. Да? Нет. Я даже сегодня стоял, сейчас на кухне думал. Как бы еще так это. Любить тебя. Любить тебя. И знаешь, вот так вот. Подмутить так, чтобы, знаешь, они, ну, подстегнули чувства. Да вот так. На эмоции поводить. Здесь вот надо-то это делать. Не, знаешь, там допустим, написать А3, записку Андрею. А мы уж так думали. Нет, ты страхи меня! Ц procrastinate. Эта сволочь! Это Вася! Это... Эта Вася! Вася с Мондана. Длинная нога! Это... Это тебя от Васи. Цветы, Андрей! Ну да на что ты так кричиешь? Ну, мы всегда ездим, а? Ну, перепонки взрываются, вот все, я не могу. У нас тоже у всех взрываются. А потом, ну, тебя, почему и мальчики лупят. А ты знаешь, что Маша не думала, почему? А, да, уже рассказал. А, ну да. Я вот Мишке рассказывал. Я люблю на качалях, пожалуйста. Ну, будь. На качалях? Не, качалях я тоже люблю, вот качаться на них просто можно. А, знаете, какая самая приятная смерть? Ну, больно же. От тормозной жидкости? Больно! Интересно, какой-то. Съездим. А то у нас, я просто не заметила, в последнее время давно выездок не было. Теперь я понимаю, Тоник, если, к сожалению, тебе так приятная музыка. Мне было свидание и на коньках, ты не видел? Нет. Я, кстати, обожаю коньки. Паша, подготовку к спецназу тебе хочу показать. Да, он такой музыкальный, там ноги задирать классно. Масим, ну, если ты на свидание. Мога только мне, я хочу увидеть. Давай. Сосава тут тоже мачалом, он просто подавляет. Да успокойся ты, Господи. Нет, на коньках на искусственном еду вообще. Клево. В Ашане даже вот тут, есть же эти котки. В Ашане, в Меге. Меге, да? Ночень. Я просто... на проекте. Люда, это ты. Это Люда. Саня, я заехал глаз локтем. О, смотри, смотри. Андрюха, я и в левый глаз заехал, ты и в правый. Поднял руку на женщину опять. Слушай, Люда, что-то тебе все лупят. Надо пыскать причину к тебе. Все, Андрюха, все, ништяк. О, равновешенно, да. Ребят, вам же нравится, Васька? Скажите, она классная. Она хорошая. Она классная. Классная, так и необычная. Вот ты вот так вот ходишь. Меня вот все, кто там со мной общается, все очень-очень любят. Так я тебя тоже уже люблю. Чувствует что-то такое неприятное. В смысле? Ну, вылет, в смысле. Нет предчувствия никакого, ни у кого. А, вылет? Нет. А ты, Людмила? Никто ни от чего не застраховался, может быть. Рита, подъем! Валялась и хватит. Хватит дрыгнуть, ты че? Рита на первом месте. Рита. 18. Потом Оля. Ну, если да, если оно выделено шрифтом, значит, у него 18 с чем-то там больше. Надя тоже 18. 18-18 получается? Нет, ну здесь же не 18,5, там 18 и 15. Если черный шрифт там выделено, значит, там по вот этим мини-процентам больше. То есть, вот они три места, но Рита первая получилась. Жалко, что у меня здесь раскидки, Рита первая. Ой-ой-ой. Че ты переживаешь? Ну, вы знаете, я же никак не переживаю. Я, в принципе, я считаю, что да, что мне будет легче, если она уйдет. Но, с другой стороны, это же человечек твой уходит, с которым ты здесь был. Если она все за ворот упадет, то радости-то не будет. А как Андрюха реагирует на то, что сейчас Ритка на первом месте? Андрей очень спокойно реагирует, между прочим. Ну, значит, она ему так нужна была изначально. Вот, ну, значит, Рита тоже так вот себя ведешь. Ведет ей все равно. Ну, ты че, мы вчера вечером, она с Андреем была. Они, конечно, ссорились, но мы вчетвером вчера. Я, Паша, Рита, Андрей. Ребят, Рита носом водит перед Андреем, когда вот сидят все вместе на кухне. Гена, когда Толик. Да, все на публику. Она так водит носом, это некрасиво с ее стороны. Ну, я понимаю, но она, блин, ну, такой юношеский максимализм. Вот так вот надо показать. Ну, господи, ну, ладно. Это все вспомнили. А, я тут с тобой крутая. Я вообще разворачивалась, уходила, только на меня рот кто-нибудь откроет сразу. Это мой коронный был. Я разговаривала, разговаривала. Да, да, да. Я пошла. Я говорю, отпусти меня, отпусти, отпусти. Все, я ухожу. И не ходи за мной. Все, мы расстаемся. Да ты меня бесишь. Не, а так всем это все так же было. Уходи. А до скольки идет класса, Анди? До четырех часов? До четырех. А может все измениться в последний момент? Может. Почему? Кардинально нет, вряд ли. Да ладно, не может, может кардинально. Ну что ж, ребята, настал судный день. Сегодня день женского голосования. Помощник мой. Вы знаете, кто я? Я антииммунитет. И сегодня я буду решать, кому здесь остаться, а кому пойти домой. Коллега, помогите мне, пожалуйста. А кто коллега? Пусть представится. Доктор Глоб. Вот они, четыре потенциальных уходящих человека. Надя Скороходова. Это Ольга Гебалова. И еще младшая сестренка. Сегодня вы должны доказать, ребята, почему именно вы должны здесь остаться. И почему зрительский антииммунитет не должен достаться вам. Коллега, у вас факел загорелся не в том месте. Я вам его предоставляю. Давайте. Ты мне не нужен, помощничек. Не смешно, ребята, сегодня мы потеряем одну из них. Да, не смешно. Потому что я одного из них. Потому как Михаил Подоров, он же, уйдет за Скороходова в любом случае. Или нет? Да, да, да. Ваши аргументы, Михаил Подоров. Почему именно ваша девушка должна сегодня остаться здесь? Потому что мы почти единственная пара на проекте. И? И строим любовь. Проваливай отсюда. Аргумент достойный. Приступим. Лот номер два. Ольга Гебалова. Ольга Гебалова. Номер пять. Номер два. Номер пять. Пятый размер. Номер два. За вас некому заступиться. Или все же есть тот самый кавалер, который скажет за вас слово. Я сама за себя заступлюсь. Нет, слушай, хватит патриархат здесь. Паша. Шапа. На колени. Олечка. Я не Олечка, я антииммунитет. Олечка, послушайте. Просто ты по Фрейду. Он обо мне все время думает, и поэтому говорит уже. Если бы так оно. Дело в том, что вчера розы, те, которые я подарил, были не просто так. А для чего? Я их собирал ночами и днями и ночами. И поэтому... Для кого ты их собирал? Для Самика, что ли? Для Ольги. Для Ольги. Поэтому я хочу, чтобы она осталась здесь со мной. Нет, это не аргумент. Я хочу быть с ней. Я хочу, чтобы эта девушка была моей. Вы посмотрите на что готовы люди, ради того, чтобы остаться на проекте. Пошли вам отсюда. Молодцы, кто делали эту сценку. Заставили. Коллега. Ну, может, словарь. Просто мне не любят. Значит так. По вашей воле. Подойди сюда, раб. Стой там. Смотри, чтобы они не убежали. Ермакова. Почему вы улыбитесь? Настроение хорошее. Настроение хорошее. Читайте следующие слова. Повторяйте за мной. Рита Агибалова, вы тоже. Повторяйте за мной, пожалуйста. Зритель. Зритель. Всегда прав. Отчасти. Зритель всегда прав. Повторяйте. Зритель всегда прав. Еще. Отчасти прав, согласна. Хорошо. В чем зритель не прав? На данный момент. То, что я на первом месте. То, что она на первом месте. Хорошо. А должна быть кто? Я была целый месяц на первом месте. Передала лавру ей. Ага. То есть вы друг на друга кости. Хорошо. Есть на этом проекте человек, который может за тебя заступиться? Рита Агибалова. И сказать, почему именно ты должна остаться сегодня здесь? Аннатька, пойти домой. Я могу заступиться? Не, 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 не. Что не? Я хочу заступиться. Действительство отменяется. Молодой человек, есть здесь на проекте, который готов за тебя сказать слово. Андрей. Не заступись. Ой. Вы хотите спасти вот этого женщины? Пацаны, спасай. Нет, не хочется. Девчонки пропадают. Нет. Ну что ж, Агибалова, значит, что здесь на коленях? Ну и что, Ермакова, с вами делать, голубушка? А? Дичи, проси прощения у зрителя. У Сашки, проси прощения. Ты, короче, этот, антииммунитет, сейчас драться со мной будешь. Все. Так, Абузов, скажи, почему... Я предлагаю выгнать антииммунитет сегодня с женского голосования. Антииммунитет. Нет, нет, мы уже, мы уже антииммунитет. Делай что-нибудь, чтобы Надя осталась, и ты меня переубедишь. Вы пара? Скажи мне аргументы. А кто-то сомневается в этом. Пацануйте. Нет. Тишина. Надя, вы пара? Временно нет. Нету такого времени. Сегодня антииммунитет я. Сколько можно пара зрителей, Габозов? Давай целуйся. Нет. Вы не пара. Ну что ж, ребята, и дорогой телезритель, вы видите, какие у нас здесь отношения. Вы видите. И мы решим сегодня вместе с вами, достойна ли эта пара пребывания на проекте. Да мне больно. Всем спасибо. Увидимся на ломном месте. Да ничего, да не трогай меня. Давай, давай, давай. Не трогай меня, сказала. Ну пусть... Да не трогай меня, блин. Да ничего, уйди от меня. Ну ладно. Ты видел из окна? Зря. Расскажешь. Угу. Слишком было мне весело, когда Андрей так сидит. Я в этот момент хотела встать и подойти, и по рожиму настучать. Так сделала бы. Потом. Человеку это сначала цветочки дарит. Говорит, что надеется, что мы помиримся, а потом он не выходит просто. Ну а ты для этого что-то сделала? Да нет, просто он то это, то то делает. Я вчера и так вот с ним... Так он хочет, чтобы... Полночи провела. Ох, ты с ним не провела, а полночи, дорогая. Ну извините, я сидела с ним и разговаривала. Ну это вот, знаешь, честно я тебе говорю, это было вот как будто для галочки. Знаешь, сделать ему чуть-чуть приятно. И то я не думаю. Если бы я не хотела там сидеть, я бы давно спать пошла. Так и ты ему это объясни. Я хочу объяснять. Над чем? Понимаешь, мужчины не понимают тонких намеков, вот как у вас у женщин есть. Я не вижу просто смысла что-то объяснять ему. Так если ты не видишь смысла, а с другой стороны ты хочешь, чтобы он за тобой вышел. Не то, что хочу, просто я думала так. Короче, это, судя по конкурсу, ясно теперь, кто самый слабый. Кто? Кто? Я. Почему? Надя. Мы не пара. Вот такая вот у нас запара, запара. Надя, не слабая только тем, что они мулят, а что они будут. Как я, если честно, я хочу, чтобы Ермакова ушла. Не знаю, Сашка достоин большего. Я тебе знаешь, что я хотел сказать? Ну? Я тебе хотел сказать, что... У меня душевно накурился. Если найдешь себе силы, прости меня, пожалуйста, потому что я тебя доставил срадать, мучиться, плакать. Я тебя очень люблю, правда. Ты моя родная, ты моя розовая зайка. Я этого типа пучечка носиком вот к тебе прижался. Почему всегда близкому человеку больше всего неприятностей, боли заставляешь? Мне, наверное, неправильно сказать любимому человеку, делаешь больно. И, правильно сказать, от любимого человека больнее всегда бывает. То есть было у вас все великолепно. Она почему-то в откатку пошла. Почему? Что ее не устроило? Я не понимаю. Чего она испугалась? Или ты к чему-то ее хотел принудить? Ну, я не понимаю. А вообще ее ничего никогда не принудил. Она ее принудила в этом, моя проблема. Я бы с ней слышал, что у меня... После заселения у них начались какие-то непонятные проблемы. Ты чего? Можно спрятать мужчину? Она просто не готова еще, понимаешь? Не готова. Она просто хочет гулять там, здесь, тут тусоваться. Но она когда заселилась, люди сказали, я не очень-то рад, что заселилась. Понимаешь? А она и так как-то особо... А я ее не принуждал. Я ей сказал, утром, хочешь заселяться, скажи мне вечером. Я дал день. Она пришла и сказала... Хватит ее защищать, я оправдываю. Постараюсь, это нет, не вариант. Мне сейчас больнее не больше, чем кому-то. Точнее, мне сейчас больнее больше, чем кому-то здесь. Я понимаю, что она уйдет. Там пресса через аккредитацию, через другой вход. Но уже мне сейчас легко это понимать. Хочется поговорить с вами обеими. Если сегодня на лобном месте встанет выбор, Оля или Рита, кто кому уступит? Я уступлю. То есть ты готова уйти, чтобы осталась с нами? Да. Почему? Ну, потому что, во-первых, у меня здесь были отношения. И я как бы... У меня, в принципе-то, все и закончилось. Вот. И как-то я больше не вижу себя тут таких потенциальных молодых людей. И... Ну что... А Оле здесь я вижу, что ей здесь хорошо, комфортно. И вот Паша тут наметился уже. И я вижу, что у них все тут только намечается. Все будет хорошо. Я надеюсь. Так что пускай она здесь побудет. Оля, а ты примешь такую жертву? Ну, как всегда приму. Серьезно? Какая-то прям... Нет, ну просто... Без колебаний, да, конечно. Нет, просто этот разговор уже давно встал. И не я Риту уговаривала. То есть я об этом... О том, что Рита вместо меня уйдет, узнала уже давно. Если что. Потому что они это решили с мамой вдвоем. Ну хорошо. Вот у тебя действительно сейчас с Пашей какие-то отношения? Ну, у меня пока нет отношений таких серьезных. Он намечается. Он мне, конечно, симпатичен. Что меня останавливает, так это то, что... Он уже перебрал тут нескольких девушек на проекте. Я не хочу быть просто очередной. Я хочу, чтобы он мне действительно доказал, что я ему действительно симпатична. А он мне нравится. То есть для тебя это даже не будет выглядеть как большая жертва за страной? Для меня это очень большая жертва за страной Риты. Я просто не знаю. Честно, я бы очень хотела, чтобы, конечно, она уходила сейчас. Я считаю, что и я, и Рита не самые тухлые участницы проекта на данный момент. А кого вы считаете самой неинтересной? Я не то что... Я считаю, что, например, мы не самые тухлые. Ну кто так? Ну я считаю, что даже Рада. Я вот не понимаю вообще, что здесь должна делать Рада. Она каждый вечер смотрит просто фильмы. Вася нету и Рада нету. Она спит и смотрит фильмы. Я не понимаю, почему должна уходить Рита или я, а Рада, которая смотрит фильмы, должна оставаться. Я понимаю, конечно, жалко человека. И хорошо, всем жалко. Но мы здесь что, из-за жалости людей должны держать? Я это не понимаю. Правильный совет. Андрюшенко, скажи, пожалуйста, а ты вот стал уже присматриваться к другим девочкам или ты все еще присматриваешься к Рите? Только не плачь, не плачь. Стал я присматриваться к другим девушкам? Нет. Я не стал присматриваться к другим девушкам, но в то же время... Ты не будешь с ней больше общаться? Я буду с ней общаться, независимо, кто из нас раньше отсюда уйдет. Я предлагаю... Такое ощущение, что ты думаешь, что сегодня уйдет Рита? Да, мне кажется, что сегодня уйдет Рита. Ты за ней не пойдешь? Я за ней должен пойти, если я сегодня на конкурсе не вышел за ней. Но это же заранее ты просчитал, что она уйдет. Да я ничего не просчитывал. Послушайте, милые мои родные, я о чем хочу сказать? Никто ничего не знает, кроме как телезрители, поэтому давайте все-таки приступим к голосованию и узнаем, кто же на самом деле сегодня нас покинет. Если уйдешь ты сегодня, то все старики уйдут за тобой. Итак, на четвертом месте у нас Надежда Скороходова, 15,5%. На третьем месте тоже Надежда, но Ермакова 17,5%. На втором месте у нас Агибалова Ольга, 17,8%. И большинство на этой неделе проголосовало против Агибаловой Риты, 18,1%. Рит, ожидаемый был результат? Ну, последние дни, да. А почему, как ты думаешь, телезрители проголосовали против тебя? Может, потому что у нас с Андреем такие вот в последнее время в эфирах были не очень хорошие, конечно, там, сцены. Но почему телезрители обвинили в этих сценах именно тебя, а не Андрея? Ты отдаешь себе? Да, может, это были фанатки Андрея, действительно, но я не знаю точно. Не, ну, по крайней мере... Справедливое это решение, как ты считаешь, телезрители? Нет, я считаю, что не до конца, Оль, успокойся. Нет, на самом деле, я, конечно, расстроилась немножко, но на самом деле... По-моему, твоя сестра расстроилась больше, чем ты. Нет, ну, просто я ожидала, и она тоже ожидала, я не знаю, почему... Оль, ты сказал, что решение телезрителей было несправедливым. Несправедливым, потому что я считаю, что это вообще бредовый антииммунитет. Против кого? Написано, выгонит самого неяркого участника телепроекта. Неужели Рита самый неяркий? А кто самый неяркий, по твоему мнению, Оля? Да по-любому. Рада как? Где Рада? Которая целыми днями смотрит, спит и смотрит телевизор. Вася уехал, нету Рады. Телевизор у нас нету. Нету Рады. Где Рады? Смотрит телевизор. Оль, да, я скажу, единственное, что меня радует, то раз я на первом месте, значит, меня видно хоть это, значит, зрители меня видят и что-то обо мне думают. Может быть. Ну что же, Риточка, на этой неделе мы с Ксенией по-прежнему не даем иммунитета, потому что мы не идем против зрителей. Также у нас Семен Фролов, который отсутствует, и он тоже не может тебе предоставить иммунитет. У нас есть старички, которые могут предоставить тебе иммунитет. Давайте узнаем, сделали ли они это. Ну, мы решили не сеять зерно ревности в паре сёстры Риты и Оля за иммунитет, поэтому отдали его скороходовой надежде. Спасибо. Ну что ж, к сожалению, Риту Агибалову нам придется проводить до ворот. Мы увидимся с вами сразу после рекламы. Это был телепроект «Дом-2. Построй свою». Достали, уроды, блин. Что за бред? Тухлая Рита, блин. Что за этим унитет непильный? Кто уроды-то, зрители, что ли? Готник, что ли, блин. Какие-то фанаты Андрея Черкасова сидят и против Риты смс-киплю. Да кому нужно? Фанаты Черкасова ничего не делают. Ты не плачь, ты скоро все равно увидишься сестру. Я не тебя, я твоих фанатов, Андрей. Ты отстанешь. Всё, ВДВ. Полки ВДВ. Все в раздали телефоны, и они сидят и строчат. На парашютах спускали. Номерочек. Риту выгнать. Наташка, ты хоть не хочешь? Пока. Всё, хорошо. Ребята, ребята, теперь тягостный момент, Андрей. Девушка, ну почему? Мы ждали такие дети. Ритка, Миша, горячие пацаны на прощание. Мы счастливы! Они будут все дебильные. Ой. Кто там рядом будет спать? Я так привыкла уже, что она рядом. Ой, для того, что ты сейчас отпустишь лакать, лучше никому не станешь. Наоборот, нужно собраться и показать. Слышишь? Яркость отношений. Я могу хотя бы немножечко сейчас расслабиться. Пускай тут лакает, пути сюда. Понимаешь. Алло? Алло. Как дела? Ну, Рита ушла. А я сегодня видела антииммунитет, она набрала большую баллов, подумала, что да. Да, она ушла и грустно. А как она относительно к тебе уходила? Ну, как она относительно меня уходила, я не знаю. Мы так попрощались, так холодно, просто поцеловали друг друга, обняли и все. Сейчас грустно немножко, потому что привыкни как-то, все равно ругались, не ругались, все равно. Ну, ты сейчас должен какую-то паузу выдачить по-другому. И грустно, и... Пауза-то понятна, пауза понятна. Но, вот видишь, на следующей неделе мужское голосование, и я как одиночка буду. Да, в принципе, уже, если честно, уже ничего не страшно. Даже если проголосуют, то, господи, уже... Честно, прошел период, когда я что-то боялся начал, ну, здесь. А, Надя, ты помирились? Да, все, помирились они. Нормально, нормально. Мое мнение есть, что Андрей мог спасти отношения с Риткой. Только если ему не надо. Вот именно, что ему не надо, просто играл ей. Почему играл? Знаете, он с ней был искренен. Мне будет обидно, если ты будешь голосовать против него. Я тебе поэтому заранее говорю, Саша. Может быть, голосование что-то изменится, но пока вот у меня будет кандидат. Андрей сейчас одиночка. Ну, что? Ну, Саша, ты меня пытаешься отговорить или что? Да я хочу, мне просто неприятно это. Потому что если была бы твоя подруга, я вот только хотя бы, если бы я ее даже ненавидел бы, я бы из-за уважения к тебе не голосовал. Я только сейчас понял, что я ее потерял. Я понимаю. Ну, ты мог за меня бороться, Веритин сам не стал. А как никак ты мог попробовать? Я тоже, знаешь, просто говорю, посылала много раз человек, а когда он боролся, и у меня чувство снова и новой силы. Ты тоже мог это сделать. Я тоже думал, что больше не люблю, а потом оказывается, что люблю ее сильно. Слышишь? Если тебе она действительно будет сильно нужна, и ты захочешь, чтобы она была с тобой. Дело не в этом. Я же ей не нужна. Я тоже думала, что человек не нужен. А он добивался, и я понимала, что нужен. Может, она померзть-то нужен.